Девушки отдыхают То, что я рассказывал, бывает так кулуарно, бывает и были какие-то аудитории Мне говорили, зачем тебе это надо? И даже я думаю, действительно, зачем мне это надо? Потому что был такой скрытый упрек, что существует колоссальное количество всевозможных подходов к религии Есть авторитетные, очень крупные конфессии И казалось, зачем бы изобретать велосипед, ходить под тем же тропом, что не было мудрых людей на земле Или достаточно разобравшихся в понятии христианства или каких-то иных религий И вот мне пришлось отвечать и самому тоже Чтобы ответить кому-то, я должен собрать воедино целый ряд фраз Скомбинировать их попроще и попонятнее И выдать сначала самому себе И вот когда я думал, думал, зачем мне это все-то надо Думаю, проще говоря, хочется поделиться с людьми тем вариантом, который принес мне в судьбе удачу Вот, то есть первые месяцы опыта дали мне возвращение к какому-то здоровью Потом здоровье становилось все лучше и лучше Вот я даже какое-то время, не победив тогда еще до конца тщеславия Даже немножко кичился этим Вот, что я превосору там молодых во многом А потом понял, что это как-то нехорошо Потом пошли другие дивиденды по судьбе То есть стало не то, что легко жить Потому что фон Я достаточно чувствительный человек Потому что чем ты чище становишься Тебе более чувствительнее к той эмоциональной грязи Которой вокруг нас океаны разлиты Соответственно, я ее очень чувствовал хорошо И насколько иногда больно и тошно было Это все, что тебя как шилом колет Но не такая физическая боль Знаете, как противно от какой-то мерзости Бывает на душе просто И вот мне была сказана фраза Что твоя чувствительность должна ходить рука в обраку с твоей чистотой То есть чистота должна опережать чувствительность А чистота дает тебе броню Чем ты чище, тем больше с тобой свет сливается И крестной силе легче тебя защищать Естественно, что я должен участвовать в защите самого себя И вот когда уже сложились определенные моменты в судьбе Уже несколько лет такой уверенности Что все это здорово, это приносит благо людям Вот тогда я до конца и смог ответить на этот вопрос Что если бы какие-то конфессии Крупные такие Все же выдали нам четкую и точную инструкцию Ну, примерно такую, как я в конце концов через опыт получил Тогда мне нужен был бы и мой опыт Я, наверное, следовал опытом наших бабушек, дедушек, родителей В конце концов и пришел бы к тому же самому Но дело в том, что мои верующие бабушка и дедушка Мать была, хоть и научный работник, частично верующая Да и многие другие Я же не только живу в своей семье Но я знал очень многих людей Которые посещали регулярный храм Соблюдали эти ритуальные праздники Молились так, как надо До слез И многое что другое Но я не видел, чтобы у этих людей меняло жизнь к лучшему Вот в чем дело А ведь суть материализма заключается в том Что люди, походив, походив И попытавшись примерить на себя какие-то религиозные варианты Они в конечном итоге, многие, стали отходить Потому что необъяснимо А почему я должен отходить и делать, что это мне ничего в жизни не дает Это не всегда, правда, бывает Потому что люди более, скажем, открытые в вере Они все-таки что-то получали Или получали и благодать И в какой-то степени защищенность какую-то Но ее ненадолго хватало Они тоже страдали И вот чтобы уйти от страданий Что же надо делать В начале своего пути я не ставил в такую цель Чтобы я там стал святым или что-то там добился Нет, было просто любопытно Что если я буду делать вот это, вот это по совету некому Получится ли у меня это или нет Чисто спортивный интерес А когда у меня стало получаться в течение каких-то считанных месяцев У меня стали изменения происходить Но ведь это же факты Вот, естественно, что фактов было не так уж и много Вот, и понадобилось время для того, чтобы совершенно закрепить Что это так Вера превратилась в убежденность Поэтому я имею право сказать Я не верю, что Бог есть Я знаю, что Он есть А знания настоящие даются только личным опытом Не опытом какого-то священника Или еще кого-нибудь Тот, кто вам говорит Вы должны принять это И проверить на опыте Дает вам это что-то или не дает Вот я шел Единственная разница у нас, что я шел в одиночку И мне со всех сторон все время говорили Зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Нужна тебе какая-то эзотерика Вон их сколько там и гуру Нужна религия Вон тебе наши прекрасные религии Да, я согласен, что Православие достаточно сильная религия Вот и многие другие варианты Но Опять же говорю Личный опыт постепенно Стал уточнять Не только теорию Но и практику религии И я тогда стал понимать Почему Иисус требовал Он не просил, Он требовал Живите Словом Моим Если любите Бога Выполняйте Его заповеди То есть Что такое выполнить заповеди? Значит, мои слова Мои дела Мои чувства и мысли Все этажи Восприятия этого мира Должны быть чисты И если, допустим Я в какой-то степени был К 46 годам Почти как дипломат Потому что долго работал За границей и все Но вот Мысли и чувства мои Были далеки от совершенства То есть Я не понимал, что это вред Это грех И когда Мне удалось справиться С обидами С раздражениями Со страхом Числавие в конце концов Позже значительно умерло Потому что это очень коварный Враг Многоликович И кое-какие другие моменты Я видел, как расцветает тело Вне зависимости от возраста Как становится благосклоннее К тебе судьба И вот тогда уже окончательно Ушло все сомнение Что со мной может что-то Такое плохое произойти И что это мало ли Это набор случайностей Который привел меня Это, это, это И тогда Я понял, что надо выходить На пропаганду Если можно так сказать На проповедь На лекцию Как хотите это называйте Что-то такое смешанное Потому что мы не только Элементы религии задеваем Но элементы физики Иногда и антропологии И астрономии И все Потому что Надо как-то Рассудок наш поставить на место А он без серьезных знаний Никак не хочет соглашаться С этой логикой Если Еще одну фразу Христа Вспомнить Тоже интересную Не будите как дети Не войдете в Царство Небесное Что он имел в виду? Ну что ребенок Вот там 5, 7, 10, 12 лет Что он сильнее нас Или еще? Нет Он имел другое в виду Не будете как дети Он сказал Не будете детьми Как дети То есть это сравнение было А что такое ребенок? Ребенок еще не изуродован интеллектом Он совершенно четко Маленький Растет Маленький И видит что Папа сказал Папа сделал Мама сказала Мама сделала Но чуть-чуть позже Когда уже вырастает До 5, 6, 7 лет Он начинает видеть Что Одни взрослые Эти говорят одно Но делают другое И постепенно У него меняется отношение К миру И каждое слово Которое имеет Значение Они становятся Они начинают понимать Что мир двойственен Что люди говорят одно Делают другое Далеко не всегда Слово соответствует Этому значению Часто слово скрывает Истинные намерения Это приходит с ростом Сознания С образованием И так далее Человек учится жить Так как все И так же как все До нас жили Следовательно Это и есть лицемерие Это и есть Неспособность Говорить и делать То что Положено Чтобы слова Соответствовали делам И у меня вначале Было Когда я попросил Этой помощи Мне говорят Зачем тебе эта помощь Нужна сверху Я говорю Ну хочу быть здоровым Счастливым человеком Это все хотят Все Я говорю Нет я хочу Чтобы В стране правили Профессиональные люди И люди Совести Это все Я говорю Нет я хочу Чтобы мир Перестал воевать Между странами Не было Вот этой вендетты Постоянно То там То там Попытка отобрать Территорию Попытка отобрать Это просто неприлично Если не сказать больше Ну говорит Этот путь Который Ты можешь Потерять жизнь Рассудок Все что угодно Это тяжелый путь Я говорю Я не боюсь Я пойду Мне говорят Врешь боишься И тогда я задумался Что Мое слово Тоже не соответствует делу Потому что Я говорю Не боюсь Как вот А на самом деле Я представил Что меня придут Убивать за эту идею И уже конечно Я это По пять часов назад И вот Мне говорят Вы все такие Вы говорите одно Думаете Другое Делаете Третье Четвертое Чувствуете Попробуй собрать Этот веник Воедино В единый вектор Правильную сторону Направь И у тебя все получится Вот этим и занимался Эти годы То есть это И сбор себя самого Который мы Растащили И живем Поперек Скажем Без совести Поперек Какие-то намерения Которые мы пытаемся сделать У нас не получается А не получается Потому что мы посеяли Столько в прошлом Плохого То есть грехов Что они на нас По закону Что сеешь То и пожинаешь Падают и падают Естественно Что у нас не получается Что мы хотим Потому что мы не заслужили Счастливой судьбы Это настолько просто Это настолько логично Вот почему же не получалось Это у многих Почему же даже апостол Скажем Такой как Павел Говорил Доброе Которое Хочу Не делаю А злое Которое Не хочу Делаю Это же текст Это цитата Из его послания Римлянам Почему Рассудок В обрушине Вот В этой зеленой книге Красной нитью Проходит По всем главам Рассудок 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 Нам тоже Богом Дан Так же как и Все остальное тело Но Говоря языком Физики Или радиотехники Можно сказать Что диапазон Рассудка То есть это волны Электромагнитные Колебания Захвачены врагом Очень много Плохого мышления Было И очень много Плохих чувств Было Это немножко Другой диапазон И оба эти слоя Оба типа волны Испачканы Нами людьми Соответственно Если мы живем Несколько жизней И мы творили зло Это зло Накапливаясь В конце концов Приводит человека К рабству То есть Бесы Если можно так назвать Или Солитоны Как называют В науке Сгустки энергетические Они нами начинают править Потому что мы хотим Что-то сделать А мозг Полностью Подчиняется им То есть От нашего имени Формируются мысли Мысли формы Собираются в узлы И начинают Выдавать нам Такое Это логично И все время Я с этим столкнулся Буквально С самых первых дней Мой рассудок Мне не подчиняется Я хочу разобраться В своих отношениях С Богом Я хочу понять Совершенно просто И ясно Почему я не могу Жить нормально И что мне Конкретно мешает Скажем Попытался С обидой разобраться А мне не получается Почему обида Греховна И только спустя Может быть Неделю Может быть Больше Мои вот эти тренинги Начались То есть Я человек упорный У меня есть воля Есть терпение Я достаточно много Добивался Разных целей И чистой Спортивной интересы Добьюсь я этого или нет Хотя цель Может не очень достойная была Я имею ввиду Она пустяк Но я думаю Надо Потому что я решил Надо делать И вот видимо Это выковало Во мне Что добиваться Надо всегда Цель И в данном случае Тоже я искал Искал в конечном итоге Я нашел Способ Когда мозг мой Перестал подчиняться Вот этим вот Черненьким бесам А каким образом Это произошло Ну я в первую очередь Вспомнил фантастику Много читал И вспомнил Как в одном Таком Или повести Даже это не роман Повести Был такой журнал Искатель Приложение Вокруг света Там Были разные уровни Экстрасенсов То есть на земле Тогда уже все были Экстрасенсы И вот экстрасенс Или так назывались По-моему Эсперы Эсперы второго уровня Убил человека Но он знал Что его уровень Его не прощелкают Не просканируют А вот первый уровень Его может И тогда его разоблачат Что он сделал Вот Он пошел В музыкальную лавку Просил поставить Модный шлягер Ему там Накрутили Послушал Послушал Сказал Спасибо Пошел И эта музыка Начала крутиться Как только чувствовал Что его начинает сканировать Кто-то снимает его Он включал этот мотив Мысли заканчивались И он Его никак не могли Это Не пробивали Это был первый Для меня Пример Чтобы пробовал У меня стало получаться Я думаю Ну надо более такие Серьезные варианты найти И то что я вот Как-то Я рассказывал Что я Пример с карандашом Приводил Чтобы Не просто Созерцать Какие-то призмы Или свечи Как обычно Делается в эзотерике Потому что В данном случае Если вы концентрируете Внимание Нашим зрениям Обычным То это приводит К концентрации Рассудочной деятельности Что ведет В конечную гипнозу Это обучение гипноза А гипноз вреден Как тем В чьей адрес Он произведен Так и тем Кто это делает Они за это Ответственность несут Не понимая этого И вот про себя Когда вы в образах Что-то делаете Включается уже Нерассудок Я вспомнил Как вот Создание карандаша Для меня элементарно Под рукой оказался Как дерево Его где-то пилят Эти деревья Ну в общем Вся пример Картины Как в фильме Девчата Обрубают сучья Веселый такой Лес Солнечный Ну и Процесс Представлен До мелочей Не буду рассказывать Сами можете прокатать Его В кадрах Заканчивается тем Что где-то В промзоне Все крупные Лесины Там идут Строительство А вот мелочь Всякая На поделки Что выбрасывают Нет А вот Хорошее дерево Ведет на поделки Это Только дерево Ну карандаш Еще есть Грифель Тоже ведь Это порошок Который собрали Клеящий состав Это Значит Определенная твердость Там Дм Или М Или Т То есть Твердый Мягкий Тоже надо Задать Грифелю Именно те свойства Которые необходимы Все Вот Что я знал По этому вопросу Как карандаш покрашен Как краски делаются Что я знал За жизнь За жизнь Получил знания Я все это применил И получилось Что я секунды Две или три Этот карандаш Создавал Один элемент Дерево Грифель Краска Дизайнер Какой-то сидит Он выиграл Тендер Или как называется Конкурс Что он именно Будет рисовать Вот Его будет принят Вариант рисунка И вдруг Я почувствовал Что А никто Пробиться ко мне Не может В мои мозги Я думаю Эврика Стал это использовать И действительно Нашествие идет И я начинаю В какой-то Технологический процесс Обратите внимание Даже технология Да Как что-то создается Чаще всего Мы дома Что-то готовим Это технология Если люди Занимаются Производством Знают технологии Тоже могут Это применять И в конечном итоге Я свой МСГ Увел из-под влияния тьмы Это очень интересный момент Я книги тогда Не читал Абуршин Я не знал Что для меня Это был один из Самых стержневых моментов В моей работе Что первое Это вера Второе Это цель Что я ставлю цель Все-таки Отношение с Богом Выстроить правильно А не так Как Да Я знаю Да может Он есть А может нет И третье То что мне Необходимо Это очень важно И без этого элемента Никуда не пойдешь Это мозги свои Переподчинить От тьмы Увести И подчинить Душе То есть совести И истине Которой мы рождены Свету Только в таком случае Движение вперед Имеет место То есть будет шанс Вот эти элементы Потом мы как-то Даже выписывали Вот эта борьба С рассудком Она была непростая Не так просто Все было укротить Это первые были победы И постепенно Месяц за месяцем Вот эта концентрация Как я ее назвал Этот элемент Методики Мне понадобился Надо где-то Ну вот с апреля месяца Я себе начал Сегодня Какая годовщина 23 года я в теме И примерно До конца года Или даже До начала следующего года Мне непрерывно Пришлось отбивать Атаки И потом Когда вот чувства На меня Перестали с такой силой Нападать Мне говорят Ну Скажем так Твой дух Из чуланчика Выбрался А креп Теперь уже Тебя просто так Не свалят То есть Не надо было Лихорадочно Выискивать Вот это Отбиваться Отбиваться Как бы Поймите Что Такая вещь Как рассудок Она дана нам Во благо Но к сожалению Мы упустили Бразды правления И через мозг К нами правит тьма Поэтому получается Пример Черномырдинский Хотели как лучше А получилось Как всегда Потому что Мозг нас ведет Далеко не туда Куда нам идти надо По вопросам Там карьеры Или что-то Он не очень мешает Иногда и не мешает Потому что Это не тревожит бесов Но как только человек Начинает Сделать попытку Разобраться В своих отношениях С душой Со своей С Богом И прочее Здесь они Начинают настораживаться Так А не серьезно ли Ты собрался искать Если они видят Что серьезные намерения Как бы Начинаешь волю Проявлять И так далее Скажем так Зрение наше Этого не видят Элементы Давление воли Потому что Это все те нити Которые там За пределами материи Видимы Тьма мгновенно Начинает Видеть Что человек Пытается Выбраться туда А начинает Его нагружать Так по судьбе Что ему Мало не покажется Вот и у меня Это же было Ну и еще Тут нужна и воля И вера сильная И так далее Некие качества И терпение И вот Борьба Это привела К чему Что когда Я стал понимать Что я чего-то добился Первые Значит Такие Дивиденды Вот Тогда я понял Что получается Смирение Которое я приобрел В результате победы Над обидой И раздражением Над унынием Над Каким-то претензией К кому попало Это есть смирение Вот Что оно дает Оно дает Искупление Почему я стал Выздоравливать Почему у меня Судьба стала Меняться к лучшим К лучшим Почему устойчиво Это не так Что повезло Повезло Потом провалилось Нет Вот 23 года Работаю И 23 года Это пусть не очень Быстрое Но это спокойное Шествие на гору Идешь на эту гору Как ее называют Библиосион Вот И в конце Ты приобретаешь Совершенно другую жизнь Когда это происходит Уже годами Да Я хотел бы Моя цель Чтобы люди Кто хочет Конечно У кого есть Такие намерения Брали эти знания И работали Пожалуйста У вас тоже Все изменится Единственное Что можно сказать Вам не понадобится Собирать Это все по крохам Я же пробирался Как через чертополох Через сорняки На которые Меня валили Вот эти авторитетные Религии Авторитетные Какие-то гуру Там И секты И все говорили Ну тут там Такие авторитеты Вот И В конечном итоге Я понял Что я пробился Я прорвался И шелуха Говорит Помните Когда очищается Золото Да Любая Любой там Металл Такой Самородок Если Там На 100 грамм золота Там 2-3 тонны Породы Надо переработать Обогащение Называется Чтобы Чтобы Там Граммы Золота Собрать Вот здесь То же самое Чтобы собрать Вот это золото Которое собирал Много лет Понадобится Время Время Страдания Поиск Отброс Ненужного Всего Оказалось бы Это так Авторитетно Что вот так Вот так И вот так Это такие Авторитеты Я думаю Для меня Авторитет Это мой личный опыт Если он приводит К благу Моему И людей Потому что Вокруг люди Тоже заметили Что со мной Стало легко У меня всякая Капризность Ушла Там вздорность Может какие-то Алименты были Все стало уходить Поэтому Стало приятно С людьми общаться С нормальными И они это тоже Заметили Следовательно Я никому Не поперек дороги И самому себе Тоже не поперек дороги Почему бы Не жить так Вот когда Не болеешь Даже не замечаешь Этого блага Что боли Тебе не трогают Вне зависимости От возраста Потом Неприятности Уходят Они Бывают иногда Но в сражениях За свою душу И в том числе За души Других людей Естественно Тебе нападать будут Это нападение Не иллюзорное Это настоящее Это атака Атака за атакой И я бы никогда Не выдержал Это в одиночку Если бы крестная сила Не защищала меня Потому что Если ты работаешь На Бога И для этого Главное для меня И меня начинает верить Постепенно И дальше Больше и больше Если ты работаешь Декларируешь Что работаешь на Бога Работаешь на свою прибыль Прибыль Она Это не грех Ее зарабатывать Только это не должно быть Главным Потому что мы все хотим Достойно жить Это не греховно Но если у тебя деньги Всегда превыше всего И это главная цель твоя Никогда тебе Бог не даст Ни силы Ни силы слова Ни здоровья Ничего Это важно Это очень серьезный Индикатор Вот Возвращаемся Вот к этой концентрации Значит После того Как я освоил Эту практику Вот И понял Из чего состоит Начало Я стал предлагать людям Один пошел Второй Третий Десять Двадцать Тридцать Смотрю что Люди вроде взяли Эти знания Но достаточно быстро Начинают остывать И прежде всего Уходит вера Мы вчера обсуждали Вопросы веры Что вера Это не просто слово Так же как Любое слово Умет колоссальное значение А такое как вера Умет особое значение В Евангелии В Новом Завете В Евангелии Павломат Матфея Иисус наслевает Веру ключ Ключом от небес Это так Если мы открыты Богу Верим Значит у меня Открыто Некое Пространство Туда И тогда Ко мне Навстречу идет Сила Создателя Который в том числе И нас создал Как и все формы жизни То есть Дух человеческий Сотворен Святым Духом Поэтому Отче наш Когда мы читаем Мы обращаемся Реально К Духовному Отцу Потому что Родители наши Они нас Не создавали Они дали нам Оболочки На воплощение Они воплощали Помощь в воплощении Но Родил-то нас Господь Бог Если уж серьезно Говорить о человеке Ибо человек Есть Дух И он пришел И он пришел на землю Получив тело Через Таких же Существ Как и мы То есть Которые пришли Чуть раньше И все Поэтому мы конечно Должны быть благодарны Своим родителям За то Что они позволили Нам воплотиться И иметь шанс В духе проснуться Это великое благо И родителей За это действительно Надо благодарить Но в то же время И не забывать Что главный Отец наш Все-таки Бог Поэтому Отче наш Сущий на небесах Молитва Это очень сильная Да светится имя Твое Да будет воля Твоя Да наступит Царствие Твое Как на небе Так и на земле Вот мы Зовем волю Божию Вроде на словах Признаем Многие-многие Миллионы верующих А на самом деле Когда эта воля приходит И начинает устраивать им Возврат их грехов И им становится Тошно жить Тогда они Не понимая Что они зовут волю Она приходит И начинает Их наказывать За их греховность Им это сильно не нравится И тогда начинается Поиск виноватых И соседи плохие И церковь Может какая-то плохая И все плохие вокруг И в конечном итоге Обвиняют и Бога иногда Иногда в прямую Иногда косвенно На самом деле Виноват сам человек Всегда Всегда Виновата ложная позиция Каждого отдельного человека Ложная позиция Ибо выстроив Свои Формы поведения И внутренние И внешние По закону Человек страдать Перестает Не сразу Надо же искупить еще А искупление Что сеешь Что и пожинаешь Это закон воздаяния А искупление Прощайте И прощины будете Нужно искреннее прощение Вот как ребенок Просит прощения Без всяких Задних мыслей Представляет Что я тебе прощаю А на самом деле Обида остается И она никуда не девается Каким образом справиться С обидой Потому что Рассудок Не позволяет Обиделить тебя И человек Помнит это Долго А можно сказать Своему рассудку Вернее Через рассудок Где свили гнездо Бесы Сказать Товарищи бесы Есть закон Что по силу Ты не пожнешь Иисус Христос Которым я абсолютно верю Сказал Кому вы будете Прощать грехи Тому и Отец Небесный Простит И я-то их прощаю Потому что Я наследил на земле Я напачкал А теперь Я должен искупить Всю свою грязь То есть Или поэлементно Каждый грех Требует искупления И я понимаю Почему мои неприятности Которые у меня падают Мне на них Надо по-особому Как бы отнестись То есть Не обижаться А понимать Что если я виноват Я должен страдать Эта логика пришла И мозг Постепенно-постепенно Стал сдавать позиции Опять же Если я говорю мозг Это просто покороче На самом деле Идет война с бесами А мозг Это прекрасный инструмент И он должен служить нам А не против нас Вернемся Опять же К детям Не будете как дети Не войдете В царство небесное Люди думают Что ребенок Это Ну такое Несмышленыш Еще раз повторяю Потому что это очень важно Сколько раз я убеждался Что вот действительно Истина в простоте Глазами Устами владенца Глаголит истина Часто очень ребенок Видит то, что не видит взрослый Потому что он просто Буквально относится К какому-то эпизоду И не ищет в нем Никакого ни второго Ни третьего Ни четвертого Там подоплеки Какой-то И мы должны уметь Так жить Естественно Что в мир Выходить С такой правдой Не получится Потому что здесь Как говорится Не только Кроткий как голуби Но и мудрый как змей Потому что Для кого не всегда Можно говорить правду В лоб Вот это может стоить Карьеры В смысле Рабочего места Это может вызвать Скандалы Где-то там Где вас просто Не поймут Я тоже Наошибался В этом ключе Когда я посчитал Что надо Говорить всегда правду Ну взялся Так делай Говори правду Так досталось В течение Двух недель Буквально Понял Что что-то не то Делай И даже В этой теме Сколько раз Когда едешь В поезде Или встречаешься Какими-то людьми Которые так немножко Эту тему задевают Я начинаю говорить Ну уже понял Не надо вот сразу Все открывать Это как В артиллерии Когда воюют Военные корабли Выстрел делается Сначала с пристрелочной пушки Чтобы не тратить Снаряд там Двухтонный А стреляет Какая-то небольшая пушечка Там может Сколько-то 70 там 50 миллиметров Если уже Точно определяла Дистанция Там это Потом включается Главный калибр Здесь примерно То же самое Начинаешь С небольшого И чувствуешь Что человек Очень поверхностно Этой темой Забочен Слегка Так Варшас Он начинает Опрягаться Все хватит Главный калибр Расчехлять Не будем Все Как-то Не надо метать бисер Это для тех Кто пытается Убедить Кого-то Своих родственников Лечение Так это просто Все Это во-первых Во-вторых Нет пророков В своем отечестве В своей семье Как замечено Уже давно Сначала Нужно Победить В себе Все И когда близкие Ваши увидят Великое благо Что в год Два Три Четыре Мама Или папа Меняется Или ребенок Меняется Он становится Примером Как так Делать Ну вот Делай Как я Все Спасись Сам Вокруг тебя Спасутся Тысячи Есть Такая фраза Давайте Мы поговорим Все-таки Конкретно Об эмоциях Потому что Весь Стержень Работы Практика Его Потому что В любой Религии Должна быть Практика Там Попаститься Это неплохо Еще Какие-то Элементы В храм Сходить Тоже Неплохо Лучше Чем Куда-то Там В пивную Вот То есть Многие элементы В религии Они нам нужны Как скажем Ну Закрепление Какой-то Что-то Тема Но главное Это внутренняя работа Ведь если человек Не будет меняться В лучшую сторону Значит он стоит На месте А стоять на месте Мы не можем Мы все равно Стоя на месте Объявляем себя Врагами Бога Почему Если мы стоим на месте То есть не меняемся Мы продолжаем грешить А каждый грех Есть в сторону Бога Как-то Выброс грязи Мы пачкаем Этот мир А этот мир Создан творцом Естественно Что идет накопление Записи на нас идет Как у нас Как душа Это как Лист какой-то И как перфокарта На нем отпечатывается Сколько ты сделал хорошего Сколько ты сделал плохого Это все Регистрируется абсолютно До мельчайших пылинок И там Где человек Что-то Не понимает Ему иногда идет Намек по жизни Он жизнь читать не умеет Вот поэтому Давайте запишем Самое необходимое Это вера Один высох Еще не начинал Видно, да? Вера Второе Цель Будем каждое слово Снабжать цитаты Из Библии На всякий случай Вера Как говорил Иисус Петру Ключ от небес Есть такая Цитата Цель Где богатство ваше Там и сердце ваше То есть Если ваша главная цель Душа Освобождение души От греха Богатство ваше Становится реальной душа Но не должно быть Декларации Это должно быть Действительно от души Тогда получится Не обманешь Никого В небе Третье Вот это Пусть называется Концентрация Можете как угодно Называть Ну вот То что я говорю С мозгами Надо на место Их поставить Это очень важный элемент Без этого Путешествия вверх Не получится Поэтому многие люди Не понимая этого Расписались В невозможности Движения туда Вот Что можно сказать По поводу этой Держи очаг Помысла в чистоте Помните Говорил Иисус Надо научиться Этому Наша воля Должна быть Сильнее давления Тьмы Кто кого Победит И человек Должен быть Сильнее В одиночку Не справишься Но если крестная Сила с вами И если вы Все это понимаете То тогда Извините Либо вы лентяй Если вы не делаете Ничего Либо у вас Чего-то не хватает Или веры не хватает Которые Которые открывают Вам силу Такая вера Придет Такая сила На помощь Вот так Откроете Большая сила Придет На помощь От силы веры И зависит Уровень помощи Цель Тоже должна быть Реальная Не декларация Что моя душа Главнее А сам человек Копается В своих огородах Карьера Дети Все что угодно Но только Не небо Все это нам Нужно на земле Но не должно Преварировать Верхнюю Верхнюю цель Высшую цель Концентрация Это как раз Увод Мозга От влияния тьмы Это упражнение Постепенно Постепенно Переводит стрелки Мы начинаем Подчиняться совести Прежде всего Совесть И когда ты Как через Сито пропускаешь Что вот Я сейчас буду Это делать И если я вижу Что кому-то От этого может быть Какой-то вред Я говорю Я так не буду делать Хотя мне это выгодно То есть Это идет контроль Прокурор уже У тебя сидит Внутри тебя Вот это Тоже важно Дальше Четвертая Воля И терпение Пятая То есть Это два Рука Об руку Качество ходит Терпение Что можно сказать По поводу Воли и терпения Царство небесное Силой берется Есть такая Цитата Есть Силой духа А сила духа Это и есть Воля и терпение Воля это Духовная мышца Можно сказать Если я Имею сильную И тупо Жнешь Вот наши грехи И вот они Приходят Через какое-то время С торицей И бьют нас И бьют по судьбе Не обязательно Лично нас Но бывает Остают наших детей Ищут чего-то В нашей стране Может что-то не так Как быть В любом случае Получая Какие-то неприятные Моменты Индус это Называет кармой Но Как бы за этим Словом Многие не совсем Правильно понимают Этот закон Воздаяние Именно вот так Действует И Казалось бы Нет ничего проще Прекращая Делать грехи Творить грехи И перестанешь Иметь негативную Судьбу Все кивают головой Все эти фразы Знают Да я это знаю Это только узнать Вы записали себе На магнитофон Как говорится Но вы этого Не делаете Настолько люди Удивлены Да что вы нас учите Мы это все знаем Говорят А попробуйте Это в жизни Это применить Человек Он даже не понимает Я применяю Я это знаю Я говорю Надо же Вот как Потому что сидит бес И пытается переключить И мы Что он тебя учит Ты все знаешь И он вот так вот Живет под этой бесовщиной Думает Да действительно Даже раздражаться Начинает А на самом деле Если ты это знаешь Так перестань это делать Вот скажем Вор украл Какое-то имущество Его поймали Подвели статью Определенную Уголовного кодеса Приговорили К определенному наказанию И потом еще И исполнение наказания Казалось бы все О грехе Почему человек так думает Потому что он не признает Грехи Де факто Не признает Вот Потому что он не верит В Бога Соответственно Душа Душа для него пустое место Это какие-то сказки Для слабых людей Вот что происходит А когда нет веры Вот эта вся Концепция Разваливается Как хаточный домик Вот почему вера В том числе И связующий элемент Нет веры Ничего не будет Поэтому Когда у людей нет веры Они ко мне обращаются Говорят Что с вами говорить У вас нет веры Тогда бесполезно Вот это все Посмотрю Вот это бесполезно Никогда у вас не будет Ни смирения Ни терпения Потому что вы направите волю Туда Куда вы цель свою Определили главную А если у вас нет веры Ваша цель не может быть там Она вся здесь цель А зачем тогда время терять Смирение Это как раз Что посеют И пожнешь Соответственно Если вы будете Здесь прощать То Отец Небесный Будет Уничтожать Волей своей Бесов Простил 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 Допустим Тот из вас В вашей копилке Греховной Будет уменьшаться Греховная масса Собственно Это Потом я осознаваю И я понял Почему я стал выздоравливать Потому что Если у меня меньше И меньше вины Реально Меньше Потому что я буквально Стал как ребенок Исполнять То что сказал Иисус Прощайте и прощены будете Я прощаю И прощен Я прощаю И прощен И так далее И так далее Когда это происходило Сотни раз И в конце концов Кто-то отсюда увидел Что некий гражданин Не только говорит Но он делает То что ему заповедано На Новом Завете Буквально делает И делает не день и два А постоянно Несмотря на атаки На какие-то провокации Да Можно сказать Бог это совершенство И мир совершенный Где мы живем Вот по этим законам Какая же это может быть Какая же несправедливость Когда судьба наша плохая Это очень справедливо Потому что если я это делал Высшая справедливость Говорит Ты ответишь Никто не может уйти От ответственности И я вижу в этом Великое благо Это сила закона Непререкаемого Которая никогда не продается Не гнется И все Поэтому Когда начинаешь понимать это И видишь безобразие Какие-то творятся А раньше я так сердился Я думал Да как же дать им Это же такие негодяи И вдруг пришло такое успокоение Это не значит Что я равнодушен к бедам людей Нет Но я понимаю Что все Ответят за свое Обязательно Никуда не дянутся Вот еще Когда приходит убеждение Что Бог есть Он может Тогда все Зачем мне судить кого-то Зачем сердиться Или там обижаться Есть тот Кто Ас воздам Сказал И воздаст Моему обидчику За то Что он мне вот это делал А моя задача Прощать этих же обидчиков Потому что они В данном случае Эти обидчики мои Являются Инструментами В руках Господа Они меня и наказывают Закон Приговаривает меня В какой-то мере Наказание А вот этот элемент То есть Какие-то мои Контактные группы С кем я общаюсь Или семья И он Не обращает это Регулярно Регулярно Но если ты постоянно Идешь и прощаешь То у тебя Редеет Харма твоя Получается Что постепенно Постепенно Масса сходит на нет И Сейчас иногда Только очень редкие Такие ударчики бывают Но они вполне терпимые Потому что Опять же Некто видит Что Меня подгонять не надо Я все понял И делаю все Что могу Абсолютно С утра до вечера Каждый день Зачем мне тогда Христать Как бы Зачем Вот у меня есть Прекрасная голова Называется Символическое Законие То есть Когда Человек начинает Понимать Все Скажем Масштаб наказания Был вот такой Скажем Если я ничего не понял Продолжал бы так жить Но когда я понял Приходит вот такой ударчик То есть Намного меньше Чем я заслужил Почему Это Скажем так Путь Который говорил Сузь Я путь Я истинная жизнь Я пошел Жить по его словам Тем самым Я пошел К Богу Гудный сын Возвращается Туда Куда он должен Вернуться И судьба Тогда становится Более благословным И в пути Я уже начал Убеждать Многих людей Стал показывать Как это делается Это были Сначала Одиночки Какие-то Все Стал людям Добро делать То есть Искренне От души Не потому что Так надо Я хочу Это сделать Спешите Делать добро И тогда Действительно Наказания Стали меньше Меньше И тенденция Когда она много лет Идет В одну сторону Можно убежденно Сказать Это применимо Для всех наших Судьб Любого человека Любой нации Любой конфессии Любого возраста Любого имущества Национального Все абсолютно Универсально Для любого человека Земли Потому что Природа нашего духа Вона всей земле Одна и та же Другой вопрос Что тот слой С которым мы пришли Духовный Бессознательный Это нижняя часть Духовного мира Сознательный Высший Мы не можем Взлететь сразу В духовный мир В сознательный Потому что Сознание надо Приобрести Приобрести сознание Это значит Разобраться в законах Этого бытия Где мы живем А мы не знаем их Не зная этих законов Мы Действительно Теряем смысл Жизни Потому что Сама эта конструкция Фразы Смысл бытия Смысл жизни Становится Предметом Иронии Потому что Никто толком Не может объяснить Человеку Зачем он живет Потому что Понятия человека Снизили до Рассудочной жизни Телесной Веры нет И тогда Непонятно Чего мы тут живем И страдаем Почему Из века в век Из поколения в поколение Жизнь все хуже И хуже становится И вот тогда люди Я же Бог Какой тут может быть Бог Когда живет все хуже и хуже Если вы говорите О величии и справедливости Бога Почему же нам так живется Плохо Вот мы еще верующие Мы ходим в храм Мы это делаем За что А потому что Непонятость Христианства По-настоящему Привела к этому Поражение в правах Как говорится И вся задача Человека Если рисовать Что вот это Творение Это материя одна Это материя другая Потусторонняя Не важно Главное что Мы сами разорвали Эти два мира Своим рассудком А на самом деле Мы живем И тут и тут и тут Представленные И в духе Представленные И в сущностном В эфирном мире И здесь Это как оболочки Сумма оболочки Самое плотное Это тело Ну вот И чтобы объединить Это два мира Надо прекратить Материализм И искупить грехи То есть Нет материализма Есть вера И тогда соединение идет И грехи искупая Мы эту тучу убираем Помеху И мир объединяется И мы можем Видеть и слышать Те миры И только дух наш Способен соединиться С Господом На связи То есть откровение Тут немножко уместно Физику упомянуть Что Рассудок работает На волне С То есть Электромагнитные колебания Чувство где-то На два порядка Выше Примерно Там 400 Что-либо раз Быстрее скорость света Дальше Скорость еще быстрее Еще быстрее Дух еще быстрее Это не Колебания Этого рода Скорость волны Обратите внимание Если 300 тысяч секунды Умножьте это на 400 Там миллиарды Вот поэтому Вот эта микросхема С позволения сказать Способна связаться Духовная А вот это нет Вот это что-то Какие-то наити Есть Это еще больше Это еще больше То есть человек Который проснулся в духе Разогнал тучу У него появляется связь В отличие от эзотерики Который всегда ведет Только в астральный мир То есть в чувственный мир Самый близкий И он сильно испачкан И никогда чистого Оттуда ничего не извлечешь Там маскируются бесы Маски ангелов носят Поэтому эзотерика Она вся там сидит И это достаточно опасное явление А Иисус сказал Вы попадете туда Только через меня Только Почему? А потому что человек Такое существо Если он живет против закона В грехе У него вот накапливается Эта черната И в конце концов Не имеет права Называться сознателем Пришел сюда Добавил подсознание И застрял Как в школе Двоечник Ну и хочешь учиться Пошел вон из школы Вот и все А хочешь учиться Так продолжай учиться А учить чего? Законы этого мира И законы каковы? Закон расстояния То есть Мы все ходим Под контролем Любое наше движение Самое внутреннее Легкое все равно Пишется где-то Как перфокат Дальше Это законоподобие Если Плохое что-то во мне Я начинаю притягивать бесов Даже как наркоман Наркоманов притягивают Алкоголик Алкоголиков Умный человек С умными всегда Тянется интеллигентно Культурно Это законоподобие Дальше Это есть закон Да законоподобие Есть еще и другие законы Скажем закон движения Вы знаете что Быстрая река Никогда вода гнить не будет Вот если эта вода Вытекает на равнину И постоит в каком-то озере Достаточно несколько теплых дней Как появляется какая-то пленочка А потом и гниение Камыш и все Вода негодная К употреблению Вот даже и человек Мы Из-за линии Не движемся в духе Поэтому и наша эволюция Эволюция прекратилась Началось сползание Деградация Вот мы Никак не можем разобраться Каким образом Начать движение вверх Потому что на пути Выстроены псевдогении Всевозможные В виде конфессий Сект Изотерики Которые пройти Довольно сложно Поэтому сказка Про Иванушку Дурачка Может дальше больше Иллюстрирует этот процесс Чем все науки вместе взятые Смотрите Иван Дурак пошел За этим Царская невеста Где-то На выданье И где все князья Купцы И все прочие Принцы На призыв царя Или там короля Неважно кто Говорит Моя дочь выйдет замуж Только за того Кто пойдет Не зная куда И найдет То не зная что Принесет Ну и все рационалисты Не Ты дал бы задачу Понятную А это непонятная задача Это очень такая Интересная сказка А Иван Дурак пошел А почему его Дураком называют Вот он как раз не дурак Это говорит о том Что над ним Не столь давлел мозг У него еще живая душа была И он говорит Я ради красоты Ведь царская дочь Это аллегория красоты Ради красоты Я пойду на все Я найду То что не знаю Что я разберусь Да сейчас не знаю Я разберусь И он пошел В какие-то леса Там Дебри Учился не убивать Лишнее Не рубить дерево Не убивать зверя И в конце концов Он Значит Вышел В какой-то там Избушке Баба Яга Помните Персонаж такой Общеизвестный Которая ему сказала Разгадаешь Три загадки Я тебе скажу Где Змей Пасется Если не угадаешь Я тебя сварю Все Он идет На этот риск Значит Это очень важно Было для дурака Интересный город Такой был И какие загадки Ставят А ложь Профессиональная А ложь Эзотерическая А ложь Материалистическая Пожалуйста И вот как ни странно Дурак Все-таки Разгадал Догадки Потому что Нужна живая душа А не вот это Горе От ума Слишком много знаний Толку от этого нет И эти знания Ведут человечество К гибели Кто нас ведет Свою нашу историю Обозримую Нас ведет наука И нас ведет Какие-то конфессии Я даже Их не называю церковью Потому что церковь Немножко другое Церковь Так вот Получается Что прошел Он и в конце концов Где-то там Вот Змей Левиафан Или там Тифон Как его называют Разные Легенды И вот Иванушка Теперь уже В метаморфозе У него Откуда-то и конь Появляется У него Значит Он когда Вышел на бой Но перед этим Какой-то старец Самый говорит Посмотри Сколько валяется Скелетов Богатырей И сколько Ржавых мечей Валяется И копий Это все Которые приходили Сражаться со змеем Они все Проиграли Все погибли Говорит А что же делать Он говорит В каких-то Тайных пещерах Есть меч-кладенец Но взять его В руки Может только Очень чистая рука А он К тому времени Созрел Потому что С природой Наладил отношения Разобрался Кто Сжет В жизни Все загадки Разгадал Перестал Значит Грешить Раз он Разобрался В этом И тогда Он идет И ему этот меч Дается Открывается Какой-то оворец И туда Свет Брызгает Это всегда В фильме Было Даже непонятно Что там Лежит И он Берет И сносит Змеет Все три головы Иначе Говорит Эти приходили Они ему головы Рубят Одну Вторую Третью А на месте Десять новых Вырастают Поэтому у нас По статистике Несколько Десятков тысяч Направлений Это я имею ввиду Конфессии Секты И эзотерика Несколько Десятков тысяч Это статистика Официальная И так далее Вот поэтому Получается Что для того Чтобы победить Зверя В себе Нужно Начинать Вот так Как Иванушку Дурачок Вот и пошел Он как говорится В одиночку Естественно Что здесь не говорится О крестной силе И так далее Но это Само собой Разумеется Потому что Если человек Начинает меняться В лучшую сторону Побеждает грехи Разбирается Где правда Где ложь Где добро и зло Если он это уже понял Он уже на пути И тогда сверху Идет поддержка Почему сверху Идет поддержка Потому что Вот тоже От души В книге написано Что над вами Как нити светлые Висят вот так Это воля Божия Через сущностных Нам всегда Руку дает Но мы же Ей не пользуемся Потому что Чтобы соединиться Со светлой линией С этими лучами Нужно во-первых Стремиться к добру Искренне от души Во-вторых Делать это добро Реально А не намереваться Ибо благие намерения Видимо и да Запустим Люди не воруют И те кто пришли сюда Я думаю у них нет Внешних Прегрешений То есть Слова нам хорошие И дела хорошие А главное Навести порядок Внутренний мир А во внутреннем мире Через голову Я уже рассказывал Почему трудно Потому что Оппонент у нас сильный И без крестной силы И без сильной веры Без этой поддержки Сверху Этого оппонента Не победить Ибо личного потенциала Человека Не хватает Вот в чем Суть поддержки Через крещение А без крещения Невозможно это Смирение Сбрасывает грехи Эмоции Одна за другой Уходят Если вы знаете Как это делается Поэтому Переворачиваем лист И начинаем Довернуть конкретную Объектную Эмоцию Это вот очень важно Шесть элементов Можете себе Записать Раздражение И гнев Гнев это Высшая фаза Раздражения Уныние Тщеславие Зависть Ну само мнение Это все Это все В одну кучу Можешь свалить Самомнение Гордыня Тщеславие Такие Родственные понятия Каким образом Скажем Когда-то я нашел Форму победы Над страхом Причем мне предложено Что если страх Не победишь Ты дальше не пойдешь Ни шагу Это потом Я уже понял Почему Потому что То что индусы Называют Третьей чакрой Это то что Соответствует Нашему солнечному Сплетению Скажем Потовсторонняя И ее поддержка Энергетическая Солнечное Солнечное сплетение Потому что Тьма работает Через мозг А мозг Это инструмент Логики Соответственно Я должен дать Отпор Их оружиям Логикой Потому что Логик Тебя обидели Ты дай им сдачи Все воруют Государство Что ты теряешься Воруй Иначе Сам последний Будешь И многое Такая логика Вот оно плавает И мы Многие Подчиняемся А на самом деле Я сказал Что Бог Для меня Это не просто Слово Вот Звук Это Бесконечная сила Это Абсолютная Справедливость Высшая Высшая Справедливость Что это такое Это качество Это бесконечная Сила И Все эмоции В общем-то Я Может забегая Вперед Были побеждены Либо понятием Закона Либо понятием Качества Бога Вот Передом сказал Что Тьма Конечно Вот творение Все Вот Господь Бог То есть Бесконечность Вот пятачок Творения Это наиболее Удаленная Часть творения От Бога Поэтому она Холодная Что распространение Волн идет По мере угасания Слабее Слабее Давление Температура В конце концов Все замерзает Здесь Борщики пел Здесь он Горячий Здесь теплый Здесь холодный А здесь уже появились Жиринки Он застыл Вот примерно В простом Изложении Что происходит Если это Бесконечность Вы знаете Математику По сравнению С бесконечностью Любая Конечная Величина Бесконечно Малая Тьма Распространяется Только в материи Посюсторонней И первый слой Потусторонний То есть Это мысли И чувства Все Все это Рядом с землей Настолько Это мало По сравнению Не только с Богом Но даже с тем Что имеет Творение Остальное Поэтому главное Если я Говорю Что Бог сильнее Я говорю Я знаю Что это так А следовательно А с чем Мне бояться Подступали моменты Когда было очень тяжело Когда нагрузка была Что вот Вот тебя сломят Уже все Я тогда сказал Бог все равно сильнее И если я с ним И он со мной Я свою веру чувствовал И все неприятности Постепенно отходили Подходят тебе вплотную Выждешь Вот в упор Отходят Это проверка Это проверка На дорогах Ты говоришь И ты делаешь Или ты говоришь Но не делаешь Это большая разница Поэтому Запоминайте Вера Сильная Пробеждает страх Именно исходя Из вот Такой логики Я всегда ее Себя напоминал Сейчас мне уже Напоминать не надо Это скажем Когда ты говоришь 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 Потом эта логика Приходит Как на уровень Наночастица И когда страх идет Отвали Уже Уже не действует Это все Дальше Ревность Ревность Она состоит Из двух элементов Страдания От потери Любимого И Мстительность Обида И так далее И так далее Скандальность Потому что Человек не хочет Чтобы от него Уходили Он привык И чаще всего Уходят от того Кто это любил И достоин Ну и бывает так Что когда уходят К какому-то другому А потом Естественно Может если женщина Жалеет Что она ушла туда Вот Все время Финскую песню Вспоминаю Если к другому Уходит невеста То неизвестно Кому повезло Да Поэтому многие Страдают Вот Знаю таких А потом говорят Ты как ко мне Пришла лучшая женщина Ну а че ж выныли Все что не делается Делается к лучшему Потому что Если вас не любят Зачем жить с таким человеком Отпусти его Не сердись Перестрадай Да Страдать не вредно Потому что страдания Человек лечит Страдания приводят К переосмыслению С собственной персоны Начинаешь понимать Что ты далеко не такой Красивый И благородный И нужный По крайней мере Своей женщине Значит Существуют люди Красивее Лучше тебя И приметы к сведению И так далее То есть идет удар Подщеславив Удар по эгоизму И так далее И так далее Главное Сделать из этого Правильные выводы И меняться В ту сторону В яркую Уша Как женщина или мужчина Кому-то В обробы Стать ярче Чтоб тебе Такие же Потянулись По крайней мере Не хуже А вот мстительность Мне не понравилось Пошли какие-то годы И начали склоки Не хочу Так же Можно потерпеть Месяц Второй Третий Год Но когда Два Три Десять Зачем Все тогда терпеть Кому это надо Так вот Можно Вдруг у вас Уходить в храм У меня Стали угасать Обиды Сюда же Раздражение Сюда же Уныние Ибо уныние Говорит о том Что мне это тоже Не нравится Судьба плохая Но кто ее строил Я строил А чего ты тогда Ищешь Виноват Поэтому Вот эта группа Эмоций Умирает От осознания Этого закона Как видите Ревность Это свобода Выбора Страх Это качество Бога Его величие Абсолютная Сила И справедливость Везде Победа над эмоциями Или Это так Ну Тщеславие Тщеславие Она как дерево И ветви И зависть От него идет И самомнение Там Раздражительность По поводу Никто не хочет соглашаться С моим мнением И так далее И так далее И так далее Поэтому обрубая Постепенно эти ветви И стол Потом засохнет И оно очень коварно Это тщеславие Потому что Из моего опыта Даже может один-два Случаи расскажу Когда Вот Я говорю Что здоровье Я стал получать И вижу Что ко мне ходят Молодежь По 18-20-30 лет И они больны И то И то И столько много Они говорят Даже мы не хотим Об этом говорить Но вот идем к врачу Нам стыдно Что в таком возрасте У меня вот эти заболевания Вот эти У меня Про себя так думают А я-то здоров Вот я так утрирую На самом деле Это внутреннее Как-то смакование И я это отметил у себя Потому что это идет Самоконтроль Постоянно Нехорошо Нехорошо делаешь Взял под контроль Взял под контроль Постепенно Стал уходить Ушло Другое что-то было Я помню Когда С кем-то споришь Я начал выходить Как-то На людей Стал Читать лекции Стал встречаться Там в библиотеках Там везде И заметил за собой Еще одно Что я пытаюсь Заставить человека Принять Мое мнение У меня начинает Железо появляться В голосе Что вы не понимаете Что это так Так это А человек пытается спорить Я говорю Да нет это не так Ну я же знаю Ну так И вот это давление Это тоже гордыня Потому что это тоже Нарушение свободы выбора Почему Ну у человека свое мнение Он сложил его Из какого-то Своего опыта Ну даже допустим Он не прав И я вижу Зачем же его давить Потому что Оставь его в покое Он хочет жить своим мнением И пусть живет Придет время Когда он Свое мнение Через свою судьбу Когда пропустит Скажет Мне почему-то жить плохо Ну так меняйся Меняй свое мнение Она более правильная И все получится Он сам к этому придет Если он хочет конечно Поэтому всегда Вот В жизни есть лучший учитель Мы просто не совсем Этого учителя понимаем Слушаем Но в жизни все зарыто Самая судьба слова Суд Говорит о том Что У нас вот этот вот Закон постоянно судит Что мы сеем Пожинаем сеем Пожинаем Из поколения В поколение Из века В век С тысячелетия В тысячелетия Все одно и то же И где эти все Лично у вас Не придет серьезное Убеждение И хороший опыт Не выходите на широкую аудиторию Потому что Вам нечем будет ответить Потому что у меня Достаточно мудро Судьба вела У меня были такие события Сначала Я там немножко начал Лечить людей Какие-то первые Появились Такие вот год Там второй Третий Потом появились Первые семинары А почему Мне было уже Кое-что сказать Это было уже Достаточно Вот А для того Чтобы серьезно Поговорить Там на телевидении Всегда понадобилось Несколько лет Вот Чтобы научиться Говорить правильно Нужно и историю Религии Неплохо знать Особенно ее Начало Как зарождалось Христианство Кто был У самых первых Вот и После Христа Апостолы Их последователи Там Ориген Там есть Сказания О евангелистах И Зенона Коседовского Это поляк И вот такую литературу Я очень много Перепахал Всевозможные Там О монашести И об этом Об этом История тамплиеров Как вчера мы говорили И там Масонские Началы Масонских Движений Это все Такое Ранее До средневекового Это все началось Много Что такое Пришлось Перелопатить Вот Для чего Потому что Когда ты Чем-то занимаешься Серьезно Тогда к тебе Это все тянется Ты набираешь Даже разобраться Скажем В Коране Что это за религия Только я подумал И у меня начали Вопросы задавать Вдруг Мне звонят И говорят С вами хотела бы Встретиться Переводчица Корана Из Сирии Приехала Я с удовольствием Потому что я в Сирии Пять лет работал Поговорю на арабском Немножко Вспомню Приехал В Сивцев Вражек Это в Москве Один из центральных Там этих Вот Пришел В ней муж Араб Такая есть Женщина Я не буду Называть фамилию Может кто и знает И В ней Шейх Тесть Это духовное лицо И Муфтий Сирии Верховный Утвердил ее перевод Иман Пороховый И так далее Вот Я начинаю читать И Естественно Начинаю прилагать Вот Библия Вот Коран Вот это Вот это Вот это И мне становится понятно Тогда все Я же не буду сейчас Препарировать Скажем Ислам Потому что Скажем Это не мое дело Достаточно Скажем Нашей домашней религии Чтобы разобраться Неплохо В христианстве Если вы хотите Это Что здесь еще Вот из элементов Значит Что тут было Зависть Числавия О числавиями Поговорили А зависть Это разновидность Несмирения Вот свет Который Изливает На нашей души Жизнь Эта жизнь Дальше Диригируется В тело Вот Через оболочки Приверенные Мы как Дух Он намного Быстрее Волны Каким образом Они доходят Это тело Прямую В прямую Духовного Материи Не получишь Кроме Очень Такой Узких Как бы Связи Потому что Связь Всегда Формируется На основании Резонанса Если ты Чист Душой То резонанс Твой То есть Волны Которые Идут Сверху Будут Совпадать По характеристикам С твоими Волнами Длина Волны Приду Часто Колебаний Кто это Знает И когда Волны Совпадают Возникает Эффект Все Кто знает Что Радиотехника А кто Дебрируется С чакрами Астральными Тот Так В них И останется Со своими Чакрами Со своими Этим И так далее Чакра Имеет Место Имеет Что Такое Чакра Это Всего Всего Рассеченный На спектр Белый Свет Поэтому Если Импулсы Не ходили Дальше Чакры Никогда Из астрала Не выбирались Это Все Все Эти Йоги Прочие Прочие Вот Получается Что Первосотворенные Получают Мощнейший Луч Божий Преобразуют Его Скорость Волны До уровня Духовного Сознательные До уровня Бессознательного А мы Вот отсюда Родом Бессознательные Мы пошли Добывать Сознание Но Чтобы Приобрести Скорость Волны Вот эту Нам Нужно Сначала Избавиться От Лени Избавляясь От Лени И пройдя Вот этот Экскурс Знаний И так далее И не греша Мы выбираемся В сознательный Мир Преобразовать Более быструю Волну Чем мы Были Но Вообще Наша Духовная Задача Транслировать Волны Вниз Принимая Гармонию Этой волны Не искажая Гармонии Понижая Скорость Передавать В нижний Мир А дальше Сущностные Начинают Передавать Сюда Дальше Передавать Эфир Сюда А потом Приходит Материя Успокоенная Волна Называется Это каскад Каскад Понижающих Трансформаторов Вот и все Это физическая Интерплектация Того что происходит И вот мы На этой полочке Своей Исказили Все вот это И вместо Нормальной гармонии Волны Такой же силы Приходят Успокоенные Но они Искажаются нами И похожи на Линзу Которая Получая Хорошую энергию Начинает Тратить ее Не на Во благо Земли И себя Отделая Грехи Мы Несем В нас И ответственность Что Семь Только Женое Мы Начинаем Творить Зло Соответственно Зло К нам Возвращается Когда Это Творится Уже Миллионами Лет Миллиардами Людей Не Получается От Ту Жизнь Которую Мы Сейчас Уберем Никуда Мы От Этого Не Денемся Пока Не Будем Исправляться Вопрос Сейчас Жизнь Она Предъявляет Немножко Другие Условия По Моему Мнению Достаточно Большого Количества Людей Однами Идет Суд Потому Что Исправить Как Горбатого Только Могила Может Иисус Говорил Что Если Вы Не Исправитесь Будет Суд Будет Как Времена Ноя Придет Сын Человеческий Восплачат С племена Земные Будет А Те Кто Не Захотят Исправляться Будет Плач Искрежет Зубов И выброс Во тьму Внешнюю То есть Человек Не будет Тогда Возвращен В сознательный Мир Он пришел Из бессознательного И после того Как он не желает Добровольно В смирении Исправляясь Искупить Вину Свою Тогда Эта вина На него Рухнет Целиком Это и есть Суд Почему Ужас Который Говорил Иисус Тот ужас Который Будет Никогда Не было До того И никогда Не будет После Вот это К нам И приближается Отсюда Что получается Что Кто исправляется Тот постепенно Начинает разгружать Свой этот Рюкзак С кармой А кто не Исправляется На нем он Висит И еще и набирается Все больше и больше И он его сломает В конце концов Что такое Ну скажем Крестная сила Для понимания Это Как бы Физическая интерпретация Опять же Это взгляд снизу Помните Альфа И омега Творение Да Есть такое Понятие Что все волны Которые От самого начала До самого конца То есть Все вибрации Вмещаются Сюда Здесь В божественном мире Вибраций нет Там идет Какая-то Волна Как можно назвать Даже не волна Волна предопределяет Колебания Там нет колебаний Но именно Вот это Отсутствие колебаний Приводит К творению То есть Акт творения Присходит Человек на это Не способен Мы не создали Ни одного электрона А люди Многие уже богами Себе объявили При жизни Было такое И в нашей истории Так вот Как только Творение Начинается Вот здесь Начинаются Вибрации Скорость волны Уже Скорость волны Меньше Скорость волны Меньше 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 Какой Параметр Задает Скорость волны Она Задает Скорость Жизни Если вы Хорошо Подумаете То время Которое Нам Когда мы Говорим О времени Нам Будильник Возникает Который Противно Утром Звенит Или еще Что-нибудь Или в конце Концов Человек Который Начинает Рыть Дальше Понимает Что Оборот Вокруг Солнца Есть год Это совершенно Искусственное Измерение Времени И вообще Это все Только Измерение Я когда-то Размышлял Размышлял Думал Но ведь Это же Скорость Жизни Получается Только Это регистрируется Где-то Что Я сделал Вот столько Плохого Скажем Вот столько Хорошего Все это Где-то Записано На некой Скрижале Вот И чем Больше Я делаю Плохого Или хорошего И по-другому Моя судьба А если Я делаю Только Хорошее Начинаю Взлетать Я только Теплохое Начинаю Падать Если Делаю И то И то Вот так Иду Ни туда Ни сюда От меня Зависит Вот это Вот это Направленность Свобода Выбора Вот Поэтому Что получается Что Если я Делаю Два 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 Три Дела В день Это Одно Время Если Я делаю Десять День Значит Я ускоряю Время Я быстрее Живу Я даже По себе Заметил Что раньше Я мог С прохладцей Относиться Там Да подумаешь Завтра Да послезавтра А потом У меня Настолько Стало Ощущение Времени Внутри Как у меня Совершенно Другое Я не хочу Сидеть Я не хочу Делать Что-то Даже Иногда Уставая Думаю Лучше Еще Вот Это И Вот Это Сделать По крайней Мере Как-то Удовлетворение Приходится Что Ты Живешь И Ты Живешь Не напрасно Что Ты Делаешь Все Что Можешь Немножко Не так Может быть Но Я Постарался Передать Что В организме Человек Включается Совсем Другое Время Потому что Вот Это Проснувшееся Наше Я Которое Сюда Приходит В тело Оно Тебя Начинает Толкать И Когда Ты Избавляешься От Линия Греха Вот Эта Колоссальная Сила Волны Приходит Сюда И Ты Уже Не Хочешь Жить В Старой Одежде Ты Хочешь Быть Быстрым Вот Есть Такой Анекдот Который Никулин Рассказывал Юрий Мне Понравился Я Рассказываю Что Жду Быстрым Когда Человек Хочет Измениться Был Такой Человек Фамилия У него Быстрый Он Приходит В Полицию Говорит Я Хотел Изменить Фамилию В Паспорте Чтобы У меня Другая Фамилия Была А Ко 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 Вы Хотите Быстрый Он Говорит Я Хочу Хочу Ты Словами Не Передашь Вот Все Вот Примерно Так С человеком Тоже Те Метаморфозы Победить Лень Это Наша Задача Мы Еще раз Говорю Пришли Из Инертного Слоя Вот Он Духовный Слой И Должны В этот Очень Быстрый Мир Попасть Изменить Скорость Волны Это Не Делается Мгновенно Нас Послали Сюда И Попробуйте Через Плотную Материю Походить Она Вас Заставит Напрягаться Плотный Мир Заставил Нас Напрягаться В духе И мы Свою Лень В конце Концов Должны Были Разогнать У кого Это Получилось А у Кого Нет А Следовательно Это Полигон Как И растения Растут Некоторые От дождя В колоссе Падают А некоторые Остаются И Самые Сильные Становятся И зерно Такое Качественное Твердое И Агроном С председателем Ходит И говорит Вот это Зерно Элитное Мы Отбираем Его Это Пойдет Посев Следующий Урожай У него Качество Накопилось Хорошее Так же Примерно Происходит Селекция Людей На земле Слабые Не нужны Никому Царство Небесной Силой Берется Силой Духа И осознанием Своей роли В мире Что мы Не настолько Великие Насколько Считаем Вот И поэтому Наше величие Настолько Уже Смехотворно Что Многие Ставят Себе Вышли Да никакого Бога Нет А если Есть Бог То знаете Мы скоро Тоже станем Богами Мы его Уже видели Где-то Недавно В понедельник Вот Богоматерь Лично ко мне В откровении Приходила Такие Есть полно Он и в Питере Есть И где только Их нет Объявляет себя Воплощением Христа В прошлом А до этого На Будды Была А до этого Еще кем-то Я знаю По-моему Это Валентина Что-ли В Питере Была такая Так и называется Да У них Типа секты Что-то Когда мне Показали Этот Как Венетку Она и тем И тем И тем И тем И тем Была Прям Как Пантеон Вот Я думаю Ну да Но самое Главное И не смешно Если бы она Одна такая Была А к ней Люди ходят И верят Верят На каждого Мудреца Довольно Простоты Как говорится Вот так Какие вопросы Давайте Если есть Вот Того Что я изложил Давайте Вопрос Если нет Пойдем Дальше Есть Давайте Почему Атеисты Да Когда-нибудь У них Удачная Случайность Они произносят Слава Богу Ну это Так называемый Фразеологически Застывший Оборот Который Люди Применяют При этом Они конечно Грешат Значит Какая-то Часть у них Есть Божественная Или нет Совсем Или просто Автоматически Они произносят Автоматически Автоматически Они произносят И черт возьми Так что А вот сейчас Рассказать про волну А луч света Что Ну когда Вот сейчас Рассказывать про волну И если же Луч света Да Особенно На иконах Тоже смотришь Изображение Лучах света Ну Что такое луч Это та же самая волна Правильно Волна У нее Волновая природа Какие-то колебания А вот И чем значит Колебания мощнее Тем ярче сверх Получается Ну Мне кажется Все-таки Давайте по теме Это как бы Мы можем Отвлеченные Тебя Посудить Потом А сейчас На экранное время Надо максимум Пользовать Да А вот Все знают Выражение Мы созданы По подобию Бога И вот Сейчас Вы как раз Немножко Проговорили Об этом Что Все начинают Себя Божественными Ощущать Да И вот Действительно Встречаю Много людей Как говорят О мы Боги на земле Да Мы по подобию Богу По подобию Бога Вот объясните Пожалуйста Хорошо Что есть человек И как Да Вопрос такой Поставлен Что значит Что мы сотворены По подобию И образу Божьему Имеется ввиду Закон Что Давайте еще раз Эфир Существное Духовное И Перестатуренное Духовное Мы Никогда Бога не увидим И даже У нас Возможности Такой нет Потому что Как это Называется Инструменты Понятия У нас Какие Мозг Которые Способны Мыслить Чувства Способны Проявлять Эмоции Какие-то Щупать мир Какие-то Эмоции Получать Удовольствие Радость Или наоборот И Дух Вот правда И ощущения Бывают И фирмы И сущностные И духовные Вот в сумме Это способен На это способен Человек Но Мы даже Первосотворенных Не можем Ну скажем Предощутить Почему Это немножко Другой мир Скажем так Если у нас Точка плавления 10 тысяч градусов А у них Миллион градусов Мы Приближаясь С сознанием Туда мы теряем Сознание Как Существо Которое Расплавится Он теряет Самостоятельную Ну скажем Самостоятельность Персональность Потеряется Не говоря уже Что эти Никогда не могут Понять Бога Не только Бога Даже То что рядом Вот и Царица Небесная Это первоснова Женственности И так далее Все вот эти элементы Они даже Не могут Бога Потому что Это настолько Колоссальная скорость И бесконечная Соответственно Конечная Никогда не может Понять бесконечная Это невозможно Вот Поэтому Говорить Что мы станем Богами Скажем У Будды Была такая ошибка Что Когда он Был достаточно Чистый человек И честно шел Вперед и вверх Но когда он Выбрался вот сюда Он увидел Сознательное Духовное Эти Этих Людей Если можно так сказать И он Почитал Что это Боги Настолько они Красивые и сильные Отсюда возникла Ошибка Что мы можем Стать Богами Нет Мы не можем Стать Богами И никогда не были И никогда не будем Мы только Из Бессознательного Переходим В состояние Сознательного Но это Настолько Великое Богатство Потому что Здесь как раз И кроется Настоящая любовь Блага и радость Кто когда-то Любил По-настоящему Хотя бы одну минуту Он это знает А там Это жизнь В непрерывном Такой фазе Разве это плохо А тогда Когда есть любовь Тогда умирает Все темное Умирает Все ленивое Умирает Все ненужное Негармоничное Жить в любви К друг другу Это нам и заповедовано Возлюбить Ближнего своего Просто мы не знаем Что это такое Мы как шахтеры Которые миллионы лет Работают в забое И забыли Что такое Голубое небо Чистое море И так далее Вот они копают Копают Говорят Где там свет В конце туннеля Копайте ребята Копайте Шура пилите Пилите Помните И вот мы пилим Пилим Как нам говорят И почему-то По этой инструкции Никак распилить не можем Никак до этого конца Не можем добраться Потому что Переставили стрелки Нам немножко не туда Искупать Еще раз говорю Грехи надо Смирением А смирение должно быть Искренне Не просто елейность Некая Я тебя прощаю Там Нет Реально А должна исчезнуть Обида Не должно быть обида Эмоции Такой Не должно быть Потому что Она Неправедна Страха Не должно быть Не ищите Что детство Чем питаться Так поступают Язычники То что вы боитесь Завтрашнего дня Так язычники Вы же христиане Можно сказать Ищите Царство небесное Все остальное приложится Если вы будете делать То что надо По закону За что же вас карать Тогда Вас не будет никто Карать Вы будете расцветать И пахнуть Что вам надо еще Но вы же этого не делаете Мешает лень И заблуждение И как раз Эта тема Это попытка Разобраться С заблуждениями И ликвидировать В нашем сознании Чтобы человек Как бы Зеленый свет Пошел Иди вперед И делай Не ленись только Потому что Если будете декларировать Ты окажешься В рядах тех Только болтают Но не делают Мы о чем-то говорили Я и все сказал По закону Вернее вот законы Которые Я озвучил Некие законы Но можно сказать Ближе может быть К тем Кто не совсем понимает Пока эти законы Сумма заповедей Давайте скажем Что такое Любовь от Бога Кто ее понимает Что такое Любовь от Бога И что такое Любовь к Богу Любовь к Богу Объяснил нам Иисус Христос И его слова Переданы В Евангелиях Если любите меня Иисус был Вот может Частица Творца Вот он такой был Может быть Это вот такое Вот А это пришла Частица в теле Такая Я и Отец Едино суть Он говорил Живите как я Делайте как я Оживотворите Мое слово в себе Каждое Своё слово Осудится И каждое слово Оправдается Кто не со мной Той против меня Кто со мной Не собирает Тот растачает Сколько таких Фраз Сказано Поэтому Если человек Который Произошел Отсюда Вся земля Произошла Отсюда Все земные души Только мы Растащили На всякие религии Бога Говорится И все Поэтому Иисус был Любовь Что это за луч Любовь Это поддержка Это радость Это гармония Вот И законы творения Которые человек Поскольку он понять Эту любовь не может Чтобы научиться Любить вот этому человеку А любить Это значит Вернуться к истокам Вот и есть любовь Порожденная в творении Святой дух Породил Человеческий дух Наделил его способностью Любить Это ведь тоже форма Любовь Это способность Излучать Делиться радостью С ближним И получать радость От такого же ближнего Это был бы Позитивный обмен Вот Рожденные Богом Мы Существа Люди Воплотились здесь Благодаря родителям Но Поскольку мы Не понимаем Суть любви Тогда нам сказали По причине По причине Беззакония Вас охладеет Любовь Это цитата Из 24 главы Матфея Поэтому Мешает нам Любить Наше преврешение Вот скажем Конкретный человек Пусть это Иванов Петров Филисидоров Несчастные Но они вот Нагрешили Вот каждый из них Столько Вот это И мешает им Любить Поэтому Это основа Эгоизма Основа Всех заблуждений Это тьма Которая Правит Человеком Через мозг И мозг Всегда мешал Любви А что надо Сделать Если мы Убираем Ликвидируем Эту тучу Идет Соединение С собственным Духом И тем самым И с Богом Блаженный Просящий Духом Ибо Их Царство Небесное Не мозгами Просить Бесполезно Это микросхема Со слабой Волной Никогда Не достучиться До Бога Это Скажем так Аппарат Который работает К пределам Материи Мозг Чувство Работает Выше Дальше Начинается Скорость Волны Меняться И в конце Концов Только Духовная Скорость Волны Может преодолеть Вот этот Рубеж И тогда Первосотворенный Подхватывает Твою Волну И доносит Сюда Ее Вот таким Могом Формируется Связь Но кто С тобой Будет Беседовать Если ты Творишь Зло Проявится Некая Гербицидность То есть Будет уничтожено Все злое Все неспособное Жить дальше На земле Потому что Земля будет Очищена От зла Кто ее Продолжает Злотворить Не будет Существовать Здесь Это нормально И возвращаясь Опять К образу И подобию Что тот Кто научился Жить по закону Божьим А следовательно Вернулся В духовное состояние И несет Благо Нижнему миру Который Под духовным Мы Скажем так Наделены Полномочиями Вот тогда Да Тогда мы живем По образу И подобию Божьему Не божески Живем Не боги Мы Но по образу Понимите Когда вы рисуете На стене Там мелом Или где-то Еще что-то Это образ Но это не вы Понимаете Здесь надо Четко Терминологически Понять Что происходит Что по образу И подобию Это не значит Что подобные Но не равны Разные вещи Это уже Лингвистика Или как филология Но надо Четко Терминологически Расставить Акцент Еще раз Говорю Что даже Дух Человеческий Будучи Скажем так Освобожденным От греха Он все равно Не может Творить Вселенной Он ничего Не может Творить Ему это Не дано Мы гости В этом мире Почему Об лучшее Написано Что мы Где-то Вот тут Вибрировали Это тот Остаток Который Не может Осознать Себя В духе И Там Ление Мы хотим Быть Самостоятельными Мы хотим Быть Персонами То есть Ну Бог И пожалуйста Тогда он сотворил Мир И говорит Живите в нем Ворвались Сюда Произошло Что кристаллизация Самых сильных Здесь Потом пошло Сюда Кристаллизация Более слабых Здесь А те Которые Не смогли Осознать Себя Там На месте Выпали В осадок Самые Донышко Сознательного Духовного Мира Но чтобы Приблить Сознание Пришлось Добивать Сознание Вот так А мы Здесь Застряли Вот же Что Произошло Вот это Вот и Путешествие Духовного Когда Книга Пришла Ко мне Мне Где-то Был Скажем 1 апреля 94-го Года Это Как Мое Мое Рождение А дальше 94-й Год Прошел 95-й К концу Подходил Когда У меня В руках Появилась Эта книга Мне Подарили Когда Я Стал Читать Я Читал Примерно С ноября Месяца 94-го Нет 95-го Ноября 95-го По Апрель 96-го Я Такую Книгу Могу Прочесть Спокойно За неделю Даже Раньше Ну Если Просто Читать Как Билетристику А Где Шлось Работать С ней Потом Автор Объясняет Что Это Книга Не для Лентяев Она Заставляет Работать Это Как Полуфабрикат Который Вы должны Разобрать И впитать Его Это Есть Слово Божие Это Есть Евангелие Которое Было Обещано Что Вначале Будет Глад И мор И воины И военные Слухи Вот Это Все Начало Болезни А потом Будет Выброс Этот Претерпевший До конца Спасутся И проповедована Будет Евангелие Царствие По всей Вселенной И тогда И наступит Конец Говорится Об этом Евангелие Вот Это Можно Принять Просто За мои Слова Но Люди Читают Многие Давно Уже Несколько Десятилетий Говорят Да Эта Книга Непростая Она Сошла Действительно Как Текст Оформили В таком Варианте Это Весть Небес Евангелие Ева Жизнь Ангел Вестник Это Весть От жизни От Бога Естественно Что понадобилась Довольно Долгая История Пока Эта Книга Не Написана Была В Германии Воплотился Когда-то Оскар Эррес Бергар 1875 Год Рождения Вырос До зрелого Уровня Накопил Опыт И написал Вот этот Трехтомник Правда Не этот А Раньше Тексты Были Их Намного Больше И переводы Были Другие Немножко Но потом С каждым Новым Переводом Они становятся Хуже 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 Вымывается Смысл Меняется Текстовка Скажем Эрос Который Единственный Проводник Духа В тело Это Линия Эроса Здесь Превращен В секс Секс Может быть Вообще Бездуховным Безэротичным Просто Движение Тела Лишь бы Гормонально Успокоиться И все Никакого Отношения К Эросу Не имеет А что Такой Эрос Эрос Это Тот луч Который Соединяет Два Мира Почему Очень Важная Чистота Телесных Отношений Очень Важная Что Была Должна Быть Любовь При Уголи У В Ее Поле Войдет Тьма И Начнет Крушить И Бить Это Замечено Уже Давно По крайней мере Я 23 года В теме А есть Люди Которые 10-15 В теме Они тоже Говорят Да Это Происходит И Никуда От этого Не Денешься Поэтому Многие Очень К ним Допустим Тянутся К девушкам Мужчин Или К мужчинам Девушки Тянутся Но Вынуждены Пятиться И не Открываться Потому Что Иначе Вопрос Становится Душа Для тебя Важнее Или Вот это Одиночество Которое Тоже Тяжело И Вот Человек Колеблется Да Хочется Жить В полный Рост Хочется Полноценной Жизни Хочется Семью А с кем Создавать Если Создавать Со слабым Человеком Хочется Вот он Может быть Красивый Вот такой А значит Надо Забыть Что Путешествие Туда Прекратится Значит Надо Снизать Свой уровень А тогда И дети Будут больные Потому Что Если ты Предал Этот путь Пощады Не жди Потому Что Если Ты набрал Какую-то Высоту И Потом Начинаешь Снижаться И грешить Это Сознательное Преступление Все Начинаются У людей Проблемы Почему Так Да Потому Что Вы Взяли И Начали Пятиться Это Значит Что Вы Прекрасно Знаете Что Этот Грех Пачкает Людей Пачкает Пространство Мешает Другим А Вы Продолжаете Это Делать Из-за Что Вы Взяли И Ушли К такому Мужчине Или Мужчина Ушел К Такой Женщине Которая Вас Утопила Или Он Утопил Или Вы Его Утопили И Вы Несете За Эту Полную Ответственность За То Что Вы Пали Будучи Неслабым Человеком Что Вы Выбрали Землю Богатство Ваше Оказалось Здесь А Не Там А Мужчина Тот Который Вас Утопил Несет За То Что Он Такую Женщину Утопил И Ему Тоже Достанется Понимаете Что Происходит Так же Как Мать И Сын Или Мать И Дочь Очень Часто Мне Попадается Мать И Сын Мама Идет А Сын Нет И Начинает Кочевряжиться Еще Вот А Мама Переживает Серьезно Потому Что Очень Связь Серьезная Такая Эмоциональная И Получается Что Чтобы Разобраться В этом Надо Суметь Эмоционально Отрезать Себя И В этом Благо Почему Иначе Утонешь Вместе С тем Кто Через Любовь Тебя Достает Потому Что Любовь Или Эмоции Мы Открываемся Я Переживаю За человека Значит Я Открываюсь Ему Я Начинаю Нести Его Нагрузку Его Прошлое Через Меня Начинает Катиться Тогда Плохо становится Я Все Время Когда Через Это Прошел И Сказал Если Я Не Найду Способ Ликвидировать Вот Скажем Такое Падение Прошлое Начало Падать Значит Я Точно Тогда Не Только Кому Помочь Я Себе Помочь Не Смогу Плохо А Если Я Попробую Сейчас Эмоционально Отгородиться И Пойду Вперед И Вверх Наступит Момент Когда Час Икс Придет На землю Не Знаю Когда Он Завтра Или Через Два Три Года Придет Не Знаю Но Он Придет И Когда Вот Этот Час Настанет Виски Мои Которые Пока Колеблются Не Туда Не Сюда Может Я Со Своей Силой Способен Буду Их Подхватить Они Что Той Мут И Выдернут Отсюда Следовательно Шанс Есть У Многих У Меня Железно А Еще Может И Близких Каких Те Которые Пока Иронизируют А Значит Арифметика Вот Такая Лучше Я И Еще Несколько Человек Возможно Шансы Есть Или Вообще Никто Не Я Никто Добро Есть Высшая Мера Полезности Так Поступает Полезно Значит Это Есть Настоящее Добро Мама Говорит Я Не Могу Отвязаться Падайте Вместе Говорю Это Жесткая Скажем Так Ситуация Либо Вы Пойдете Вперед И Вверх А потом Ребенка Свою Выдернете Либо Ни Вы Ни Ребенок Выбирайте У некоторых Получилось А у некоторых Нет Я Не могу За человека Жить Я Могу Только Посоветовать И Рассказать Что Будет В таком Варианте И Что Будет В таком Варианте А Выбирать Как Жить И Поступать Тоже Сам Человек Я Не Подталкиваю Почему Свобода Выбора Я Не Прав Ты Не Лезешь В чужую Жизнь Мы К этой Картинке Еще Вернемся Давайте Мы Займемся Телом Немножко Для Разнообразия Потом Вернемся Опять Насквозь Все Промок Я Так Условно Изображу Человеческое Тело Так Примерно Структуры Правое Левое Полушарие Между Ним Мозористое Тело Коммуникативная Связь Между Правым Левым Полушарием Базальные Ганглии Миндалина Экиппокамп Таламус Гипоталамус Доли гипофиза Эпифиз Потому что На плоскости Вывести Все Необъемно Объемно Конечно По-другому Немножко Но Тут Понятно Мало Продолговатый Мозг Мозжечок Воролиев Мост И Позвоночник Вот это Все Мозг Спинной И головной Называют Центральной Нервной Системы Скажем так Здесь Есть Специфические Такие Названия Скажем Мне приходилось Несколько раз Сталкиваться С так называемым Гипоталамо Гипофизарный Тракт Вы говорите Даже Трудно То есть Это Известкование Вот вижу Как запирание Идет У человека Начинается Проблема С психикой То есть Мозг Как инструмент Представляет Исполнять Свои обязанности Потому что Есть Гуморальный Фактор И есть Как бы Передняя Задняя Доля Гипофиза Один Химический Команд Дует А другой Электрический Команд Дает Электрический Это Первично Запускает Очень быстро Чтобы нервная Система Реагировала На ожог На укол На какой-то Стресс Или прыжок Куда-то Неожиданно От собаки Сделать А вот Потом Химия Закрепляет Уже Вторичная Линия Идет Гормонально Можно сказать Это пушки Которые Стреляют По мишеням Почка Надпочечники И вот И значит Гормональная Команда Идет Надпочечник Гонады То есть Половая система Человека Придатки Женщины Там Своего Мужчины Тоже Команды Идут Своеобразные Тоже Из гипофиза Есть Гормоны Которые Выдает Таламус Гипоталамус По-моему Я уже Подзабывать Стал В том числе И так называемый Вазопрессин От него Зависит Отечность Или наоборот Обезвоженность Мне приходилось Когда Скажем У человека Отеки Берешь И скажем так Что такое Отеки Вазопрессин Избыток И он Тормозит Воду В организме Тогда Я как инженер Бывший Беру Краник Так Немножко Прикручивать Начинаю Меньше 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 Этого Гормона И потом Начинаю Отправлять Жидкость В почки И человек От отека Избавился Он говорит Я хочу В туалет Теперь Такие Случа Несколько Раз Достаточно Легко Делать В принципе Это Управляемо Все Это так Как Шутка Значит Давайте По-серьезному Человек Стоит Из клеток Ядро Клеточное И Цитоплазма Аппарат Гольджи Ретикулумы Значит Метохондрии Это энергоблок Клетки Натрикалевый Насос Так называемый То есть Который Выносит шлаки Из клетки И вносит питательные Вещества Это дыхание Клетки Нарушение Биолевеществ Это значит Как называется Оболочка Или мембрана Уже позабыл Давно Этим не занимался Перестает Дышать толком То есть Часть не пропускает Питательных Веществ И часть шлаков Не выносит А вы знаете Что если мусор Из квартиры Не выносить Даже частично Очень неприятно В такой квартире Поэтому Клетке Становится Тошно Она начинает Болеть Вот это Первая стадия Нарушение Нарушение Обмена Веществ Далее Когда я Занимался Лечением Дальше Идет Что Бывает Глухо Запирается Клетка Это уже Серьезно Ни туда Ни сюда Потом Начинает Пробиваться Значит Навешаться На ядро На ядерную Мембрану Уже Смотришь Как черные Какие-то Поражения Это уже Серьезное Заболевание Это тяжелые Формы Астмы Это Какая-то Стадия Онкологии А когда Уже Вот так Запирается Мембрана Клеточная Это мне В образах Шло Это Где-то Вторая Или Третья Стадия Онкологии Когда Показывают Вот так Внутрь Поражение И выброс Вот таких Каких-то Коряк Это Метастопия Мне Своебразная Шла Индикация В видео Обзоре Когда я Лечил Людей Вот Это Вот На клеточном Уровне Если взять Другой Состоит Из молекул И далее Из атомов Атомы Состоят Из элементарных Частиц Скажем Ядро С несколькими Электронными Протонами Возьмем Простейший Какой Соответственно И с Электронами На уровне С разрядом С зарядом Мусоединиться Центростремительные И центробежные Силы У нормального Атома Уравнены Идеально Гармония Все Человек здоров Если он Состоит Из таких Атомов Клетка А клетка Состоит Из таких Клеток Если Все Вот Такое Нормально Все Человек Болеть Не будет Содержит Материю В порядке Волна Целая Скорость Электронных Колебаний Материя Другой Волной Выше Не располагает Нету Почему И физики Недавно Только Получили Так Ну Торсионная Физика Что Оказывается Существуют Волны На много Быстрее Скорости Света К ним Как раз И относятся Эмоции Эмоции На два Порядка Выше Скорости Света Поэтому Если Импульс Покоя Если Можно так Выразиться Содержится В балансе За счет Силы Ц Скорости Волны То Удар Страха Раздражения Зависти Обиды Тщеславие Это все Разрушительно Это Негармоничные Вибрации Отрицательные Их называют Соответственно Образно Главное Что это Действует Вне Зависимости От Названия Просто Не были Может Настолько Научно Образованные Если Постоянно Идет Вот такая Долбежка По нашим Атому Соответственно Идет Привыкание К этой Ненорме Поэтому Долго Когда Человек Воспринимает Эмоциональные Нагрузки Тогда Что происходит Искажение И Из таких Атомов Клетка Начинает Все больше И больше Иметь поражение Уже на Биохимическом Уровне Отражается И врачи Делают Анализы И исследования Это получают На другом Уровне Немножко И Если Внутрь Влезло Там ДНК Если На уровне ДНК Начинается Это уже Тяжелое Заболевание Что Происходит Здесь Скажем Почему Быстрые Волны Так Разрушительны Потому Что Импульс Это Масса На скорость Ну В данном Случа Масса На скорость Колебаний Если Масса Покоя Вот С На скорость Волны Содержит Атом В балансе В гармонии То Удар Страх И В 400 Раз Сильнее 400 С Умножьте На Массу И Получится Что Естественно Что Это Разрушительно Что В 400 Раз Быстрее Скорость Она Разбивает Все Ну Скажем Так Возьмите Камешек Бросьте Или Зарядите Этот же Камешек Эту же Массу В револьвер И он Пробьет Вам Массу Есть первое. Первый цвет красный, второй розовый, а когда-то был оранжевый. Я с одним йогом поспорил, а у меня отроду-то было месяца 3-4, как я этим занимался. Он говорит, я в Индии прожил 10 лет. У меня учеников моря в Москве. Такой очень хороший, подтянутый мужчина, старше меня, он лет на 8-10 был. Тогда у меня под 50 был, нет, меньше даже был. И он говорит, вы что хотите оспорить всю эту систему, которая из покон веков? Где-то желтый, зеленый, голубой, это белый у меня и пурпурный. У него это, помните, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть голубой, синий, фиолетовый. То есть в три чакры, у меня розовый, здесь белый и здесь пурпурный. Вы бы с ним поспорили. Он говорит, сколько вы этим занимаетесь? В месяце 3-4. Ну понятно. А с чего это взяли? Он был человек умный и умел спорить. Он не орал, не ругался, что я такой-сякой. Нет, он говорит, ну если вы имеете такое мнение, я же чувствую, у вас тоже сила есть. Он говорит, откуда вы ее взяли, почему вы опираетесь на это? Я говорю, это было до явления некого лица на землю. А вот когда пришел второй после Христа, он принес с собой вот этот спектр. Вот в сумме все это тоже белый цвет, но вы же знаете белый цвет, он разный. Есть какой-то кипельно-белый, есть молочно-белый. И их оттенков можно, знаете, сколько собрать? Как вот 40 оттенков, 50 оттенков серого, как в фильме, а из 50 оттенков белого, ну и что? Отсюда белый тоже разный. И это был белый старый, и это был белый, но это намного сильнее цвет. Когда я ему стал это объяснять, он говорит, это же ваше мнение. Это же ваше мнение. Говорит, а давайте скрестим шпаги. А как? Я говорю, ну вот вы мне отправьте свой луч, а потом я вам отправлю. Ну, он так добрался, и я чувствую, от него неплохо, от него. Он добрый человек, нормальный. И получая от него эту энергию, она такая, знаете, как ощущение какого-то ограничения. Мне неплохо, но мне как вот немножко как бы связало что-то. Такое ощущение возникло. Ну, мне неплохо, но мне как-то и некомфортно. Я говорю, ну хорошо, я примерно понял. Объяснить не могу, а вот суть понял, что ощущение какое-то такое немножко сковывающее. А теперь, говорю, давайте вы. Он, подождите, говорит. Он еще так немножко смотрел, смотрел на меня в глаза. Нет, у вас, говорит, дела нет. Давайте. Он опытный, он осторожный, потому что все дела, они, так сказать, может плохо кончатся. Вот я ему это дал. Тоже не особо напрягаясь, я ему так пощелкал по чакрам вот эти цвета. Его как закачал, он говорит, что себе. Он говорит, это, наверное, надо воспринимать на его оружие. Он говорит, а тогда он мне начал, а почему-то там вернулись к этому. Говорю, вот этот спектр принес вот этот. Поэтому намного сильнее. То, что вы, говорю, используете в практиках, касается только астрального мира. А этот луч пришел сверху и держит коридор для всех людей, способных идти вверх. Почему изменился цвет? Розовый цвет вместо оранжевого пришел очень сильный. Потому что очень разврат на земле. Человек сделал интимные отношения как способ развлечения. А он не для этого создан. Особенно без любви. Это сплошь и рядом. Это норма стала. Что ты не после седьмого, шестого класса уже стыдно, если ты там девушка остаешься. Это сплошь и рядом сейчас стало. То есть как бы это пропагандируется везде. Поэтому здесь замена произошла. Этот розовый луч, он похож, если взять вот цвет расцветающей розы, розовый. Возьмите еще там роса, когда на нем. Вот он так распускается, вот такой цвет. Мы потом в практике это все попробуем. Если хотите, все время остается. Почему здесь пришел белый, то есть практически весь спектр. Голова, горе, тума. Сюда направлена вся масса света, чтобы оставить, вернее, человеку лазейку. Укротить наш бешеный мост, который ведет нас против религии, против Бога, против собственной души. А значит против жизни. Поэтому и мне удалось когда-то укоротить свою голову благодаря тому, что этот луч стал работать. Вот и все. Ну и пурпурный, а не фиолетовый. Хотя фиолетовый прекрасный цвет. И вот души пишут, что на земле выживут ярко фиолетовые. Почему? Потому что просто фиолетовый, это значит, ты прав. Но ты должен быть вот так прав. Активно, сильно, то есть максимум. Тогда ты сильный. Не просто правильный, но еще очень сильный. Царство небесное силой берется. Я всегда говорю, что прямая речь Христа, выбранная из Библии, она как раз и дает всю инструкцию. Если ее сложить, прекрасно, как-то в пазлы она дает именно суть религии. А когда ее утопили во мнениях апостолов, апостолы и апостолов еще в каких-то учениках, ученики породили целую кучу всевозможных конфессий, которые между собой передрались, перемешались. И каждый кулик на своем болоте считает, что он прав. И где-то да Бог. А про Бога забыли. Тут надо земные дела делать, свои карьеры, сытую жизнь устраивать. А если начнешь нести правду, тебе выкинут из этой конфессии. И он иди на стройках работай. Кому это надо? Так же, как и две тысячи лет назад. Почему Христа убили? Потому что он начал говорить правду о религии. Это очень не понравилось конфессии того времени и того места. Его за это убили. Что если народ уйдет за правдой, а зачем мы? Вот эта гордыня всех этих конфессий, она как была, она так и осталась. Что здесь еще можно сказать? Первая чакра красная. Как вот поле маков в Азии, когда я был. Такие поля в Казахстане, прям плантации, так красиво. Здесь немножко другая красота, а там своя красота. Весна, когда расцветает все. Очень яркая трава, поскольку весна там очень короткая, эфемерная, так называемая. За короткое время, за две-три недели, пока солнце все не выжгет, вот природа пытается дать все, что можно. Ну, настолько это хорошо в этот период. Апрель и май, начало мая. Потом все сгорает уже. Суда больше всего бьет лень. Поэтому, когда человек не работает и ленится, красная чакра начинает покрываться, как ржавчина. Вот я это вижу, темнота какая-то. А она отвечает за позвоночник, за опорно-двигательный аппарат. У кого здоровые позвоночники, кто может похвастаться? Почти нет. Отсюда крестовое сплетение, эти большой берцовый нерв и все прочие перестают функционировать нормально. Вторая чакра, буду называть ее так терминологически, это неправильное отношение между мужчиной и женщиной. Это неправильное отношение мама или и папа, и дети. Значит, повторю, это неправильное отношение мужчины-женщины, отношение родителей-дети между собой. Сюда бьет зависть, не материальная зависть, а красоте. То есть, когда человек завидует красоте другого человека, начинается искажаться вот это все. Ну и кое-какие другие моменты, основные называют. Третье, страхи, материализм, жадность уже материальная такая, что вот имущества не хватает там и так далее, вот сюда бьет. Третье, а вы болезни знаете, а болезни этого этажа, сахарный диабет, это поджелудочное, это кишечник там и так далее, и так далее, и так далее. Все потом отражается на почках и прочее. Четвертое, самое главное, ну это жестокосердие, это неспособность, скажем, быть теплым. Это женственность и мужественность у человека. Если не хватает, женщины потеряли в какой-то степени женственность из-за того, что им приходится бороться за жизнь без прикрытия мужчины. Мужчина их не способен оборонить и защитить их от тягот этой жизни. И мужчина из-за этого теряет понятие мужественности, потому что мужчина обязан, это его суть, мужчина обязан защитить женщину. Но, получается, сейчас обвинить никого нельзя, потому что защищать хочется ту женщину, которая способна по-настоящему любить, способна дарить это тепло, радость, и когда от нее не чувствуешь каких-то уколов, какое-то лукавство, какой-то капризности, вот если этого нет, тогда начинаешь открываться и хочется защитить, потому что это цветок, который растет, его надо закрыть, чтобы ее не изуродовали, не испортили вот эти жесткие моменты жизни. И мужчина в этом самореализуется. Это наша задача мужская, а женская как раз вот светить, быть нежным и таким хорошим другом, потому что все свелось с того, что это только половой партнер и домохозяйка. Все. На самом деле, дочь его совершенно иное предназначение. Напоминаю вам по этой картинке. Если мужчина достигает в самом развитом состоянии только духовный мир, а у женщины она переходит границу в каких-то своих моментах, то есть в ней из первосотворенного идет вот эта изюминка, благодаря чему появляется нежность, которая совершенно не этого рода. Если женщина остается настоящей женщиной, вот это прекрасно светит, а у мужчины этого нет. Зачем это так при сотворении мира? Для того, чтобы Адам готовил, добывал, рыхлил, огонь там, камни, зверя добыл, все. Вот он должен им жилище построить, накормить, принести все. А женщина, это тыл, она светит, она дает нежность и поддержку вот этим светом. Это же свет первосотворенный идет от женщины. Если женщина ушла в моду, в грубость и так далее, она практически это все теряет. Почему в душе неправильно пишется? Женщина может кем угодно быть, и генералом, и руководителем банка, и в правительстве сидеть и так далее, только это уже не женщина. Она теряет женские качества и перестает быть вообще интересным мужчиной. Ну, может, у кальфонсы, готовы с такой женщиной делить, скажем так, совместную жизнь. Это очень серьезный вопрос, потому что, разрушив понятие женственности и мужественности, тьма прекрасно села на наши головы, понимая, что если мужчина найдет женщину, они в любви соединятся, в настоящей, эта пара для тьмы неприступна. Ее невозможно победить. Поэтому эти подступы к любви очень хорошо охраняются. И вы сейчас видите, как навязывается там в школе уже это сексуальное образование, что только не придумали, так, чтобы окончательно все разрушить. В свое время, когда мы вон, нас учили любить Крупскую там, или Ленина, или что, а потом выяснилось, что, оказывается, Крупская занималась отъемом детей и в коммуны, чтобы их из вот этого домостроевского воспитания в любви к Богу, это хоть как-то было, их превращали в большевистское воспитание. Никакого Бога нет и так далее. Никакой семьи не должно быть. Мужчины, которые не хотели, чтобы их женщины... Это общие теперь у нас женщины, которые пытались сопротивляться, они примерно подвергались такой же обструкции, как сейчас он в тюрьму сажает. А то, что дитя не разрешают учить в сексуальном образовании, было то же самое в 20-30-е годы у нас. Испаивали народ, все было. Потом просто историю, все это подменили нам. Но все, шило в мешке не утаишь. Очень важный этот момент. На земле нет других существ. Мужчина и женщина, все. Остальное все это искажение. Это от лукавого. Поэтому Содом и Гамора, который люди сейчас начали уже культивировать, это все скоро рухнет. Перед кончиной веков, кажется, нехчисть поднимет голову, зло поднимет голову. Антихрист, говорит, поднимет голову. Это не значит, что сатана воплотится. Он не может воплотиться. Ему это не дано. Но тьма его здесь командует во все сейчас. Почему она командует? Мы дети света. Мы порождены светом. И здесь мы тоже свет. Но мы дали себя опутать вот этому через нашу лень и соблазны. Поэтому либо мы свет, и тогда мы должны вернуться сюда, разрушив эту тучу, либо мы сдадимся, и пойдем под копытами этих козлищ библейских. Все от нас зависит. Савода выбора. Веришь, способен поработать. Есть набор веры, воли, терпения, качества эти. Иди. Если у тебя этого нет, то что ж, горе побежденным. Здесь никто тебя жалеть не будет. Потому что жалеть разрушителя, который изуродовал всю землю, никто не собирается. Я считаю, что это справедливо. Это справедливо. Хозяин здесь не человек, а хозяин-творец, который зарядил творение великолепными законами, самодействующими. И кто не способен подчинить этим законам, будет уничтожен. Не человек будет уничтожен, дух, а тело не способен нести благо в творении. Ну тогда уходи, сиди в бессознательном, как двуточник. Возвращайся туда, и ты не готов к сознательной жизни в творении. Это и есть, как это, в общем-то, эволюция. Попытка, вернее, эволюция. Мы говорили о этой мужественности и женственности. Пятое. Это что? Это гордыня, это обидчивость, это раздражительность. Хотя частично и сюда падает. То, что у обидчивых сердца болеть начинает сильно. Ну а суда начинается что? Вплоть до щитовидка начинает страдать. Вплоть до удаления даже щитовидки. А имущественное желчную пузырь могут удалить. Уже в крайней стадии. Потому что не функционирует энергетика, заперта вся здесь. Дальше шестое. Измы, материализм, национализм, фанатизм. Это идеи ложные. И когда голова живет ими, она приведет нас не туда. В человеке формируется предвзятость. Какая неправильная. Ну а седьмая, она мне телесная. Она, скажем так, по эмоциям, она немножко другая. Просто когда запирается седьмая и первая, я это вижу. У человека начинаются головные боли, бессилие там и так далее. Смахнешь, опять открылось вот это, вот это все. Человек задышал. Потому что, ну, похоже, вот так. Силовые линии. Китайцы, там, индусы, или кто еще, они умеют вот этими волками активизировать входные точки. Уши, там, это, это. И запускать вот этот процесс. Но он и временный, и такой, немножко искусственный. Это как принять какой-то допинг, для того, чтобы функционировать. Но если ты не прав в чем-то, все равно будет плохо, все равно какая-то болезнь тебя одолеет. Поэтому набор качеств, скажем, страх и там по второй вот эти ошибки приводит к заболеваниям этого этажа. Серьезно. Там обидчивость, это вот этот этаж болит. У женщины часто бывает, особенно на холка. Я же когда лечил, смотрю, тут такое, как подушка твердая, такая, на ощупь неприятная. Вот ее мануальчике разминает, разминает. Потому что при неправильном, вот этом, при неправильной набитке здесь щитовидка, две пары, эти парасчетовидные железы, парасчетовидные отвечают за водно-солевой баланс. Получается, что если избыток того или там недостаток того, либо соли сильно откладываются, не хватает влаги, она не выносится и так далее. В коленях начинается отложение, но больше всего почему-то здесь. Вот я помню, у меня немножко тоже было, но все ушло. Позвоночник стал как резиновый, шея вращается как надо, куда хочешь. Только назад смотреть не могу пока. Вот примерно как бы это такое беглое, это поверхностное очень, потому что у нас нет ни цели здесь вот это все читать лекцию, но примерно представление, что это вы должны иметь, что происходит с нашим телом, при каких обстоятельствах, к примеру. Потому что есть эмоция, а есть какие-то отдельные такие веточки, немножко оттуда, 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 как бы комбинация этих эмоций. И в зависимости от комбинации этих эмоций у человека разные заболевания. Это касается сиюминутной жизни, но у нас еще и прошлое. Один раз мы жили, второй раз, третий, четвертый, может сейчас четвертый или пятый живем. Что произошло? Первое воплощение. Человек жил и начал грешить постепенно. Сначала немного, потом больше, 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 и накопил, скажем, такую отрицательную массу. Умер, душа ушла, пришла на воплощение в другой раз. Но она начинает жизнь не с чистого листа, уже вот такое накопление есть. Продолжает грешить, не понимая. А ему там говорят, приходи к нам, эти грехи отпустим, не беспокойся. И он так доотпускался грехов, что накопил вот столько, и в следующий раз приходит вот с таким багажом. Продолжает ему говорить, ты к нам приходи, или идолы, это раньше были идолы, раньше какие-то ритуалы, а сейчас немножко по-другому. Приходит в последнюю жизнь вот сейчас вот такие грехи. И продолжает грешить, и вдруг одумался, оказывается, я живу неправильно. А время-то остается очень мало, непонятно сколько, но очевидно мало. Куда девать эти грехи? Значит, надо искупать их? Все не успеем, потому что он пишет, вы не успеете, никто до конца искупить. Слишком мало у вас осталось времени. Это написано лет 60-70 назад. Для этого тот, кто пришел оттуда, знает, что начиная работу над собой, у вас время, это может нужно несколько десятилетий. И то неизвестно, справишься мы или нет. Это доказали те, кто работали, типа Сергей Родонежский, и так далее же, с ним, кажется. Они работали несколько десятков лет и говорили, что у нас перед Богом долгов очень много. То есть, одно дело, когда с тяжелой, вся зима, а бывают очень небольшие, как пылинки, но они все равно, есть негармония. До блеска же надо совершенно чистого. Это ист духовность. Поэтому вот сейчас мы находимся в этой стадии, когда нам предложено, либо вы будете искупать в смирении, либо на вас накатится вал ваших же грехов. И у каждого свое. Почему? Едам дозайн, да? Каждому свое. Каждому свое. Это же где-то в Бухенвальде, по-моему, взяли это на воротах. Но это раньше сказал Данте Олегьери в Божественной комедии. Это оттуда взяли. Вот эти вот грехи все, они, я почему начал говорить, помимо сиюминутных ошибок, за нами тащится неотработанный багаж прошлого. И он ложится на судьбу каждого человека. Вот и все. У каждого свое. Одного вот столько горошина, у другого арбуз за спиной. Это мы все разные. И потенциал духовный разный, и прошлое наше разное, и качества у нас разные. Отсюда считать, что мы все вместе толпой пойдем вверх, невозможно. У одного это будет получаться быстро, а у другого медленно. Одному отрабатывать надо колоссальное количество тяжелых грехов, хотя он честен, он изо всех сил, а другой играючи может пройти несколько этапов совершенно безболезненно. И не надо, как говорится, тыкать, вот, помните, как в фильме, а мужчины уже в баскетбол играют, а мы, что? Немножко, значит, если вопросы какие-то будут, позадай, позадай, бьете потом, потому что это такой очень животрепещущий момент, но он не столь важен. Я просто проложил связь между нашей глупостью и бездуховностью с нашим телом, которое страдает из-за нашей глупости, из-за нашей неспособности осознать, в чем наши проблемы, в чем наш смысл бытия. Мы как бы не помним, откуда мы и не хотим признавать, что все-таки линия-то сверху нас породила, и закон, это и есть дух, ведь наш дух есть матрица законов неосознанных. Почему некие учения называются путь к себе? Потому что если ты разберешься в своих духовных задачах, а это есть человеческие задачи, и дух равен понятию человек, следовательно, ты перестанешь жить против себя, воевать сам с собой, перестанешь. Гражданская война идет между душой и мозгом у нас. Прекращать надо и все, заставить мозг подчиниться душе и совести, и все будет нормально. Всего лишь время отделяет нас от того, что и болезнь от нас будет уходить, и плохие элементы судьбы. Мы уже кое-что обсуждали по образу и подобию, что зависит от того, как человек понимает слова. Давайте разберем такое слово, как церковь. В трактатах богословских написано, что церковь это тело Христа. Это тело Христа. И мы кусочки его тела съедаем и запиваем когором. Это символы тела и крови. То есть мы съедаем просфору, да, и когор. Это символы тела и крови. Что сказал сам Христос про свое тело? Уж если мы берем его как основной авторитет, от первоисточника, я считаю, что это правильно, если мы христиане, если мы христианские религии, хотим, мне кажется, ее понять. А Иисус говорил, что такое тело? Я воплощенное тело. Тело это плоть. Я воплощенное. Воплощенное это значит воплоти. Я воплощенное Слово Божие. Ешьте меня, пейте меня. То есть сделайте это слово в внутреннем состоянии, в своем образом жизни. В этом есть причастие. Если вы можете это сделать, вы ко мне причастны. А если вы сияли и запили, но ничего при этом не делаете, вы причастны к конкретной конфессии, но никакого отношения к Христу не имеете. Это все обычная элементарная логика пятого, шестого класса из человека в таком возрасте. И он это тоже поймет. Что навязывается нам пустышка, плацебо. На самом деле причастие к чему? Если Иисус сказал «Ешьте меня, пейте меня, а я слово Божие воплощенное, сначала тело Христа есть слово Божие воплоти». Естественно, что не само тело это оболочка, а то, что он внес в себе эту силу Творца. Я и Отец едино суть. И когда такое слово говорилось судьбе, люди мгновенно становились либо его врагами, либо его друзьями. Не было третьего. Потому что они чувствовали вот это излучение очень сильное. А раз это так, если это слово Божие, значит, церковь есть понятие Слово Божие. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот какое слово приходило, и оно сейчас начинает действовать, пока скрыто, но люди это уже чувствуют. И благодаря давлению этого слова на земле начинаются метаморфозы, начинается ускорение событий, и вы это тоже видите и чувствуете. Начинается внешнее ухудшение жизни, потому что нам начинается возвращаться опять все, что мы сеяли. Была пора разбрасывать камни, пришла пора собирать камни. Тоже библейские. Так вот, о слове мы говорили, что качество слова зависит от насколько человек соединен со светом. Чем меньше в нем грехов, тем сильнее в нем слово. В Библии написано в послании святого апостола Иоанна, кто говорит, что познал Бога, но заповеди не выполняют, тут лжец и нет в нем истины. Цитата. О чем это говорит? Кто заповеди не выполняет, не могут нам слово нести камни вместо хлеба. Поэтому задача была начиная с апостолов сначала победить в себе грехи, а потом дать инструктаж людям и поддержать их силой, которая в них была. Потому что люди, победившие грехи, недоступны без сообщений. И тогда они могут и накрыть и проложить пока начинающим дорогу под прикрытием этих сил, потому что с ними крестная сила. Почему с ними крестная сила? Да потому что они не мешают этой крестной силе жить, творить, и они сами творят дорогу. Нет искажений, они живут в гармонии. Вот что заповедовал Иисус своим апостолам, то есть будущим апостолам, и говорил, моих учеников узнают, потому как они любят другого, они между собой все передрались короткое время после его смерти. То есть они фактически сдали позицию, перестали быть его учениками. На меня очень сильно идет атака, такая полемика в интернете, чтобы апостолам. Я говорю, я не ругаю апостолов, я просто говорю, что произошло. К ним можно отнестись с известной долей уважения, потому что они в конце концов сохранили предание о Христе. Они пусть в искаженном виде, но они все-таки проложили дорогу к христианцам в разные города и страны. Это их заслуга. Многие из них погибли. То есть они сделали все, что могли, но они не удержали фронта, они не способны были передать истину без искажений. Почему? Непобежденное тщеславие, непобежденные какие-то другие элементы позволили бесам через них пробраться в религию элементы, которые, скажем, сильно разбавили вино водой. Религия перестала быть чистой, ясной и точной. Вот мы потеряли оружие, которое способно было дать нам освобождение от греха. Иисус говорил, каждый совершающий грех есть раб своего греха. Правильно. Потому что под этими соблазнами мы не можем развернуть плечи, потому что нас давит и давит с утра до вечера. Освободиться от этого может человек? Может. При помощи, конечно, крестной силы, а в одиночку не получается. Далее. Какое слово? Ну, по вере я уже говорил. Вера это как открытый створ вверх. Чем больше, чем сильнее в человека вера, а самая сильная вера это уже убежденность. Это немножко другая фаза. Убежденность приобретается только в результате опыта. Когда тебя атакуют вот эти же самые бесы, но ты, имея опыт, говоришь, а я проверил. Меня логика ваша больше не трогает. У меня другая логика. Логика истина намного сильнее логики тьмы. Поэтому, если вы ей вооружились и она четко отпечаталась, вы неприступны. Да, вам может быть тяжело, давить будут и там, и там, но у вас есть терпение, у вас есть воля. И понимаешь, что каждый раз, когда тяжело, значит, войдет какой-то элемент искупления. Потому что мы не можем когда-то заставить страдать кого-то идти по жизни по коврам. Конечно, мы тоже будем страдать. Понимая это, начинаешь спокойно говорить, ну что ж, чем хуже, тем лучше. Чем больше я страдаю, значит, тем больше искупления идет. И все в смирении принимай. Душа и дух тоже, может быть, надо сказать. Потому что дух это житель духовного мира. И когда он начинает одевать оболочки сущностного и эфирного, вот это все называется душа. А потом уже приобретая астральную оболочку, это как муфта сцепления с телом. Вот тут чувства, тут мысли и все. Вот человек полностью теперь весь упакованный. И после того, как он разобрался на земле и научился жить правильно, его начинают выпускать отсюда, разрушается все, что построено неправильно, эта вся туча уходит. И тогда он начинает постепенно эволюционировать в эту сторону и с бессознательным уже пропускает в сознательный мир. Религия называется рай. Мы как бы изгнаны из рая, но считая, что Бог прогнал нас, не Бог, а мы сами ошибаясь, автоматически оттуда выпали, потому что свет не терпит ошибок. По закону подобия, вы мне не подобны и живите там, в этой грязи. Если вы не хотите отмываться, как говорится, живите вон там. нормальная хозяйка или хозяин грязного человека в блохах и в грязи, в грязной одежде, вонючего, не пустят домой. Правильно? Правильно. Потому что это неподобно. У меня чистый дом, у меня тут стерильный все, почему я должен кого-то приглашать такого? Если я приглашу, только тогда пойдем туда, сейчас мы тебя отмоем, дети, в душе, если хочешь, отмоем, посмотрим, спачкаться больше не будешь, можем пригласить. Ну и так, шутку говорю, в общем-то это происходит автоматически все. То есть наши нечистоты нас отбросили от света и пока мы с ними не расправимся, нас никто туда больше не пустит. А время очень дорого, оно заканчивается. Хотя, правильно сказать, время стоит. Мы движемся во времени, оставляя следы, как червячок в яблоке. Какие следы оставил, туда и вышел. Вот этот наш маршрут записан. Хорошие, плохие поступки, все записано в неком таком объеме. По, ну какие еще может быть слова, термины, какие еще вас интересуют, кроме образа и подобия. Все? апостолы мы говорили, хотите, аминь, что такое аминь? Переводится истинно так. Все. Если ты говоришь истинно так, от души, значит, ты ставишь свою печать. Так я считаю. Все. Отче наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да будет воля Твоя, да наступит царствие Твое, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай на сей день. Что такое хлеб? Слож. И Анна говорит, что это хлеб, сошедший на землю, идущий хлеб сей будет жить вовек. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своим. Какая фраза потрясающая. И можно сказать, а кто живет без обид? Поэтому Бог нам и говорит сверху. Вот как вы прощаете, так и я вас прощаю. Потому что вы не прощаете. Вы только на словах это говорите, а на самом деле, по сути, вы несете обиды в себе, накапливаемые из года в год на своих близких, на каких-то начальников, на сослуживцев, на улице что-то, кто-то, что дети вас не слушают, и вот это копится, копится, неблагодарные вокруг, и копится, и копится. И куда это девается? Никуда не девается. Разгрузки-то нет. Идет в одностороннем накопление этого, этого, этого хлама. А искупить можно один элемент из этого хлама только смирением, то есть искренним прощением. А на это готовы и способны немногие. Есть такие, но очень мало таких людей. Следовательно, если брать наши миллиарды, то работают десятки, а не работают миллиарды. поэтому обстановка очень тяжелая. Теперь немножко можно поговорить о чем. Вот, скажем, вы и ваше поле силовое или биополе, вы находите, оно там разное, из разных состоит, элементов. И вот, скажем, человек, который скажем, он может быть и не хочет вам плохое сделать, но вы в духе, скажем, вот такие, даже если вы, может, еще не вошли серьезно в тему, но вы, допустим, человек такой неплохой, добрый, доброжелательный, таких тоже немало. А вот он такой скандальный тип. Это такой крайний случай. Естественно, что прикасаясь с вами к каким-то вопросам жизни, он обязательно попытается на вас это сбросить, вот свой хлам. Почему с такими людьми тяжело? Мы на полевом уровне чувствуем качество, что одни люди нам приятные очень, а другие неприятные. Это и есть, мы тоже все сенсы это чувствуем. Просто это такой первый момент. А потом, когда человек начинает уходить серьезно в духе, вон туда уже, а эти остаются здесь. Знаете, как это чувствуется? Когда я впервые почувствовал, буквально через несколько месяцев, мне тошно стало. Вот, и тогда родилась такая притча, когда мне говорят, почему же так тяжело? Я говорю, понимаете, мы как бомжи все. Жили на вокзале, дружно попивали, водку какую-то паленую, хламом укрывались, стоит вонь, грязь, тут окурки валяются, мы живем, считаем это нормально. И вдруг некто из нас проснулся и сказал, нельзя так больше жить. Пошел, сменил одежду, пусть садел скромную, но чистую, пошел в баню, отмылся, все вот, идет мимо своих сотоварищей, и так ему нехорошо вот этих сотоварищей становится, потому что вот это, это есть, а в духе это чувствуется очень быстро. Чем ты чище становишься, ты как бы одеваешь белые одежды, малейшее прикосновение оставляет на тебе вот эту вот полоску или там еще пятно какое-то, и тогда начинаешь пятиться. Вот поэтому еще раз говорю мне, когда-то было сказано, что твоя чувствительность к этому должна сопровождаться твоей чистотой, в таком случае, скажем, запачкать тебе не удастся. Почему? Напоминаю закон подобия, если в тебе нет беса страха, бес страха не может тебе проникнуть. Если в тебе нет обиды, бес обиды не может проникнуть, бес похоти не может проникнуть, ничего не проникает, соскальзывает все и все, потому что поле сильное становится и защищено крестной силой. Вот же, что я хочу вам предложить. Это все в ваших руках. Любой человек из вас это может сделать. Просто говорю, одного будет такое время, а другому может такое. Но это все действует одинаково, потому что мы одинаковы по происхождению, мы живем в одинаковой сумме законов небесных, и наша задача чисто человеческая привести себя к этому закону. И благо тогда оно неминуемо. И весь вопрос во времени просто. А набор качеств, воли, терпение, смирение, цель и поставить на место рассудок это те элементы, которые в моей практике они были выкованы в ходе работы над собой. То есть как необходимые, как вот те опорные точки, без которых невозможно двигаться вперед. Это уже какая-то квинтисиация опыта. Ну что, какие вопросы есть? Можно? Да. Ирина, скажите, пожалуйста, на данный момент важно ли получать образование, читать книги, которые нравственно и интеллектуально развивают? Или достаточно только сосредоточить все в нем? Я думаю, что человек должен жить так, как ему хочется. Мне иногда тоже тянет не только, скажем, вариться вот в этой теме, но я иногда беру томик Бунина, читаю великолепный слог, вот мне нравится, или еще какую-то книгу, или документальную какую-то вещь там о каких-то полярных экспедициях. Иногда мне интересно просто почитать. очень много полезного и хорошего, потому что были интересные люди, у них был свой жизненный опыт, и оттуда этот жизненный опыт, он тоже очень полезен знать, как люди страдали, как они преодолевали что-то, поэтому интересные люди, они всегда дают нам в опыте свой опыт, но нам он полезен. А есть искусство, есть, скажем так, интеллектуальные книги о художниках, о музыке, и много другое. можно послушать концерты, это тоже вроде бы не чисто духовная работа, но на самом деле она насыщает душу, если это настоящее искусство, мы начинаем, скажем, соприкасаться с ним, душой, душа начинает открываться, поэтому запираться себя в какую-то келью, сказать, вот тут я буду сидеть и бесов глушить, и давить с утра до вечера, это немножко не то, мы должны быть людьми, соответственно, соприкасаться с другими людьми, и стараться нести им благо по мере возможности. Давайте, если уж так, начнем с вопроса, слушаю вас. А вот бывает такое, что просыпаешься утром, и вот ни с того, ни с сего, просто плохое настроение, на пустом месте, ничего не случилось, ничего не предвещает, вот как с этим бороться? Можно просто боли как-то переборовать? Ну, во-первых, надо разобраться, ведь без причин этого не бывает. Следовательно, если вы хорошо покопаетесь в памяти, вспомните либо события вчерашние, либо еще какие, либо то, что ожидает у вас какая-то может неприятная встреча и так далее. Если ничего этого нет, значит просто что-то темное в ваше поле влезло, соответственно, надо отбиваться. Но если вы имеете дело с вашим прошлым, вы от него отбиться не сможете. Поэтому я все время напрягался и чувствую, что я делал все, что мог. И молитва, и борьба такая, и формами. Ничего не получается. В конце концов у меня начинает подниматься ощущение, что просто перетерпи. Ведь причины разные бывают. Но бывает очень сильное нашествие, которое тоже невозможно сразу отбить сразу. Поэтому приходится бороться, бороться, и через какое-то время это проходит. Вот эта разница между, скажем, первой, второй, третьей причиной, ее как бы не сразу человек может понять. это уже приходит с опытом. Надо запрягать мозги, надо запрягать себя, анализировать, дифференцировать. И если это самому не делать, то в общем-то мозг остается ленивым. Хоть мы и боремся с тем, что через мозг нас идет, но дело в том, что мозг тоже нам нужен, и он должен на нас работать, значит, его тоже нас заставлять, то есть душа должна заставлять мозг работать по анализу того, что происходит. Вот. Ну, пожалуйста, давайте еще к вопросу. Есть у меня вопрос. Работать над собой, вот и ворачь от всех вот этих числа, я знаю, это же, я так понимаю, должен быть образ жизни, правильно? То есть, вот как встал утром и пока не мог спать. Когда человек, допустим, говорит, вот мне некогда было, я там работал в нем, потом пришел домой, там домашний хлопот, там еще чего-то, еще чего-то, ну вот что-то, а он же должен этим заниматься и во время той же самой работы и домашний хлопот должен же себя все время контролировать. Вот это вот, я правильно понимаю? В какой-то степени, да, вот слово заниматься вроде бы оно и правильно, а с другой стороны происходит некая параллельность. Потому что очень часто слышишь, настолько времени хватает на духовную работу, я говорю, вы не совсем правильно понимаете духовную работу. У вас идет серия эпизодов каких-то жизненных, правильно, один за другим. Вы принимаете какие-то решения, вы реагируете на какие-то события, на какие-то конкретных людей, и от правильности вашей реакции есть духовная работа. То есть нужно правильно образ жизни, да. Это, собственно говоря, надо принимать жизнь ощущением, во вторую очередь рассудком. То есть по главным вопросам всегда впереди идет ощущение, особенно когда важное жизненное решение. Всегда надо душой сканировать и понимать, что есть несколько вариантов, но самый лучший вариант будет так, как по закону. И лучше, конечно, избегать ошибок. Не всегда удается их избежать, но дело в том, что невозможно сразу стать идеальным. И угнетать себя, и самобичевать за это не надо. Никто у нас до святости еще не дошел в этот очень далекий путь, потому что святость, мне даже слово это не нравится. Просто жить по закону это норма для человека. И кичиться, если чего-то добился, не надо. Когда человек избавляется от преступности своей, от греховности, это его долг, ничего великого в этом нет. Это всего лишь на все, когда преступник перестает быть преступником. А духовная работа, она вся жизнь пропитана и должна быть. Если мы не используем душу в решении задач, вы знаете, что все, что не имеет тренинга регулярного, все угасает, так же, как и руки, ноги, если они не двигаются, проходит короткое время, они становятся слабыми. А мы в духе спим многие-многие миллионы лет. И сейчас восстановить духовную мышцу, можно так сказать, непросто. Ей надо заниматься. То есть атрофия полная. И начинает надо с малого, потом больше, потом больше, в конце концов годы проходят, когда ты начинаешь четко применять душу везде в решении всех задач своих. Это происходит уже автоматически. То есть не надо доставать, заставлять это сначала. Так же, как и мышца. Попробуйте, скажем, если вы не двигались года два-три, там, у вас есть какая-то болезнь, посмотрите, что с мышцами будет. И попробуйте сразу что-то сделать, то, что для вас привычно. Не получится. Значит, иногда раскачивать, сначала, скажем, два-три раза присесть, просто руку поднять, и тот тяжело. А потом постепенно, постепенно мышца восстанавливается. И тело нам нужно, и тело должно двигаться, но и душа тоже. Есть такое понятие патогенность, патогенность места, поскольку пока настолько вяло вопросы, это самое двигается. пока вы ничего не говорите на эту тему, но на два вопроса я ответил. Смотрите, помимо всех наших проблем, есть еще одна проблема, которая, скажем, слабо освещена. Это называется память места. Я с этим тоже сталкивался когда-то в самом начале, и потом я понял, что это достаточно важно. То, что человек оставляет, вот как хлопья, грязи, формы эти, любые формы негативные, они оставляют следы вокруг вас, в вас и в том пространстве, в котором вы живете. И вот за многие-многие миллионы лет все, что человек натворил на земле, оно здесь все. Это квартиры, дома, территории какие-то, поэтому бывает, что ничего нет, чистое поле, вроде бы лес, все, а в этом месте очень тяжело. Почему? Вроде бы природа. И тут, говорит, уже столетиями никто не живет. А приходишь, там плохо, потому что здесь, может быть, было какое-то сражение. Я сталкиваюсь с тем, что место, скажем, в Москве одно, где проводились жертвоприношения человеческие, очень давно, правда, хуй-то какой-то был. И, соответственно, очень тяжело там. И все это накопилось, это жестокость, это ужас людей, которых убивали. Это, естественно, бесовщина страшная. Вот это и есть память, память места. Есть люди, которые, как говорят, рамочники, вот они рамками проволока такая, или там лоза, лозоходцы, как говорится, они и руду искали, и воду искали, то есть и показывать место, что рамки могут сходиться, там расходиться, в зависимости, поставишь задачу. Но можно все это потрогать. Как-то собралась одна общественная академия по поводу этой патогенности, то есть антропогенный фактор, или это геологический фактор, что это такое. Меня-то попросили приехать, ну я послушал, послушал, говорю, а вы знаете, вот там в углу у вас, говорю, не очень хорошее место, а вы, говорит, что видите? Я говорю, ну, видеть можно, когда я напрягаюсь, потому что жить параллельно сразу в двух-трех мирах как-то не очень комфортно. Это наше будущее, может. А пока, говорю, если надо увидеть, можно увидеть, но вы можете потрогать сами. Говорит, подойдите туда, где стул стоит, и стол там, секретарша сидит. Ну и тут и начальник подошел так, говорит, поставьте руку сюда, поставьте руку сюда, попробуйте. Дифферент есть. Так, говорит, здесь колет, как будто вот, иголочки, а здесь ничего. А теперь другое место, вот там, да, вот здесь, ну, понятно, что как-то кровь, видимо, или что это чувствует, это ощущение, а вот здесь ничего. Тут и есть дифферент, говорю, разница между, там как столбы. Причем фотография наша достаточно 400 единиц чувствительность, и фотография это снимает иногда, то есть дача какая-то, мне эти снимки где-то дома сговоряются, потому что раньше как-то мне больше внимания уделялось, а сейчас, я думаю, так уж важно. Фотография обычного деревецкого дома, хорошего, бревень, что усадьба, этот участок, вот, и стоят какие-то красные столбы с желтым отливом, просто откровенно красные, вот, как бы, израстают. Видны какие-то фигуры человеческие, все это такое. Когда я хозяин этой дачи сказал, посмотрите, что у вас на даче, они говорят, все время дети, то ногу сломают в этом месте, то еще что-нибудь, да что же такое. Потому что это ведет к неудачам. Отсюда и задача всегда, если человек пошел вверх, обязательно он и его жилье должно быть чистым. И я потом этим как раз и занимаюсь, то есть необходимость, чтобы квартира была чистая, или этот дом. Вот, потом само поле человека, его прошлое надо просмотреть по линии подсознания. А что такое подсознание? Очень такое умное, умное слово, но кто толку не понимает, что это подсознание? Давайте немножечко. представьте, что вот в какие-то необозримые времена впервые дух человеческий попал на землю, в тело там примата, так предполагается. То есть дух пришел в подготовленный сосуд. Это происходило достаточно долго, как бы. Вот, и после этого человек пошел как бы по земле. У него была своя авиационная программа. Вот, и он впервые где-то допустил оплошность в дерево падения и так далее. Что произошло далее? Накопление вот этой массы привело к тому, что появились препятствия. вот, но здесь немножко о другом. Из-за того, что, значит, линия зверя была одна и программа его сущностная, а духовная программа совершенно иная. То есть человек пришел, он способен пожертвовать ради любимого человека. У него немножко другие задачи. Вот это более высокие задачи в духе, чем задачи сущностного. но в этом месте это скажем, человек как бы состоялся на земле. Пошло другое существо. Но вот это все древний мозг наш хранит. Так называемый комплекс рептилий. Задний мозг. И здесь зверь когда-то подвергался, ну, пожары были какие-то, наводнения. Один зверь догонял другого и вот это все страхи и так далее, все переживания животных, они записаны в задний мозг, все, что переживает. Можно сказать, вот это и есть подсознание или досознание, если уж серьезно подсознание говорить. И поэтому это тоже влияет на психику человека, никуда от этого не денешься. Отсюда желательно вот это все проблемки стереть, и тогда некий психоза уходит у человека, который сейчас живет. Представляете, насколько это значимо. Эту линию я всегда таки сую, когда человек готовится к такому линию, если вы обратили внимание. Потом линии по прошлой жизни, вот они у нас несколько. Соответственно накоплены тоже какие-то негативные моменты, какие-то параболические такая сила, давление стираем. Естественно это не значит, что человек уже не виноват ни в чем. то есть стирается все самое такое тяжелое, чтобы человек хотя бы с места сошел, преодолел момент инерции, иначе невозможно, мешает им это все. Значит, раз, получается, два, и третья линия рода. Когда-то ваши папа и мама встретились, полюбили друг друга, прошел какой-то период совместной жизни, зачатие, беременность, родился человек, и вот это вы уже, это ваша судьба. То, что происходило иногда и здесь, и во время беременности, и до этого, и по линии, что у папы или у мамы, скажем, это отец, это мать, какие-то превалирующие качества характера, а там еще бабушки, дедушки есть, ну и так далее, генеалогическое бедо, все вот это тоже влияет. и когда стираешь раз, стираешь два, стираешь три, это для начала, а потом периодически приходит момент, когда в человека что-то упирается из прошлого, когда приходится еще раз лезть в прошлое, опять стирать, и опять стирать, то есть снимать вот эти крючки, которые человеку тормозят. Естественно, что все это происходит как бы с каждым новым периодом, свет пребывает, становится все ярче, и если человек заслужил эту помощь, это получается, если он не заслужил, он не работает, это не получается, как говорят, что же с него стирать, это если он сейчас новое зло творит. Вот, то есть тут все разумно. Значит, вот это вот, надо знать, что все это за нами, мы существа, как бы, не просто духи человеческие, но у нас есть и наследие от зверя, задний мозг. по патогенности, можно что сказать, скажем, когда-то впервые я лечил одну девушку, у нее была такая болезнь очень неприятная, ей было 24 года, она выглядела лет на 70, я ей говорю, это все произошло за полтора года, нормальная девчонка, было все, и потом что-то кто-то с ней сделал, и она стала настолько катастрофически стареть, просто когда я увидел, я еще не мог поверить, что такое, как так может быть, вот, и я пришел в эту квартиру, вот этот обзор, когда я включил, это был 94-й год, и я увидел, что вот, скажем, из стены, вот, между, если так вот уже нарисовать в профиль квартиру, то есть, как бы, вот так вот, я вошел, и, скажем, из плинтуса, как в этом месте вот так торчит, такая лапища огромная с когтями, и раскачивается, вот такая, как рука, жуткая, страшная, как вот ветка пальмы огромная, какой-то, там, старичок, как этот хоббит какой-то маленький присел, и он меня сильно не любит, он понимает, что я по его душу пришел, какие-то твари мелкие, вот они крутятся, вертятся, и тогда вот, я взял вот это все, замкнул контур светом, и сжал все до точки, всю эту нечисть, и они визжали, орали все тут, все-таки сгорели, вот, и после этого, значит, даже хозяйка, это вот женщина, которая меня попросила точно посмотреть ее, она говорит, как-то хорошо стало, я говорит, не могу понять, но здесь как-то свободно и хорошо стало, энергетика другая, а я говорю, а у вас там соседняя квартира, что, потому что оттуда какой-то фон неприятный идет, отсюда и рука тут торчит, там где-то две сумасшедшие какие-то живут, они тут всем жизнь отравили, уже, вот, это не алкоголики, ничего, просто какая-то неприятная болезнь, психозвик какой-то, это вот на один из случаев рассказываю, что бывает и другие, бывает и похуже, такие бывают моменты, когда через стены начинают носиться туда-сюда какая-то нечисть, причем чуть сильная такая, и тоже бывало, невозможно было сразу это сделать, проходит какое-то время, месяц-два, только потом можно это сделать, так же, как вот я писал статью в театр российской армии, первый раз, когда я пришел туда, читал лекцию для актеров, там, ну и все, кто в театре работает, там, неприятно было, но для людей вот, тяжело, когда они приходят на работу, как-то, ну тяжело, все, ничего, не обращают внимания на источник, почему так, тяжело говорить, потому что тема такая, что она против тебя направлена, естественно, что я сказал всем, там был человек, ну 40, это не зал большой, где театр, а это была комната для репетиции, что я так понял, и вот мы, там человек 40 сидят, и вы знаете, надо энергетику здесь поправить, немножко, если вы не возражаете, ну давайте, нам интересно, и я поработал, в общем, возник образ такой, потому что ты уходишь немножко на другую систему волн, вот, и пошел обзор вот потусторонний, то есть чисто астральный, такое, вы знаете, как подводная лодка, начинает хрустеть, контур почистил я, а такое ощущение, что тема сейчас продавит, все равно, вот, как, знаете, подавление, вот подводная лодка сжимается при погружении, все больше и больше, как она может раздавить, раздавиться водой, вот это вот, я такое почувствовал, и все-таки удалось укрепить, не раздавили вот эту комнату, и я же где-то минут 5-7 работал, а потом смотрю какие-то возгласы такие, я как-то вернулся в этот мир, смотрю, две девушки, ну, очень молодые, лет по 30, одна и совсем плохо, вторая-то, очень чувствительная, я подошел, и люди-то испугались, я подошел так, буквально минутки, где поработал, они жили, а что было, я говорю, вы понимаете, эта энергетика очень сильная, она непривычная для людей, которые очень чувствительны, вот, поэтому вот для меня эти были опыты такие, я понимал, что надо, скажем, если что-то делать, надо предупредить, надо закрыть каких-то людей, кто почувствительный, чтобы они, ну, по крайней мере, такого стресса не получили, там ничего страшного, не произойдет, но все-таки ведет война в данном месте между светом и тьмой, и они мне сказали, а можно вот весь театр почистить, я только хотел что-то сказать, а мне просто идет, нет, ну, это как смертельно опасно, это нельзя делать сейчас, я говорю, ну, видимо, сейчас пока не получится, а когда это можно сделать, и мне прям называют, это может быть где-то был, не помню, апрель что ли, или там май, они говорят, где-то в конце августа, прям текст идет, и я так сказал, где-то в конце августа или в сентябре, и мы собрались, приехали, причем, мне было любопытно, что не только, вот скажем, я и там два-три сильных ученика приехали, но приехали совершенно из другой оперы, как говорится, другие люди, с другой подготовкой, не нашей, то есть они тоже видят что-то, что произошло, если рассказывать долго, то двигаясь, скажем, вышел из дома, и все потом рассказывают, что им какие-то приключения были, то есть тьма начинает бороться не тогда, когда вы приступили с ней, уже конкретно, а тогда, когда вы намерение проявили, помните об этом, потому что, что такое ваше намерение, скажем, идти в небо, вы объявили бой тьме, и она тут же с вами начнет сражение, тут же, не отходя от касси, не нужно, вот там то же самое происходило, я уже не буду сейчас рассказывать, если хотите, вот в серой книге, не помню, кажется, есть эта статья, вот, это называется «Потестуральная жизнь, театр российской армии», начали бороться, и невозможно было убрать в этом театре, потому что пошли как такие подпитывающие рукава или каналы, как их назвать, со стороны там, речного вокзала, со стороны Царицынских прудов, со стороны, где только Кремлевская зона, и пока эти каналы не обрубили, пока, скажем, не заморозили вот те источники подпитки, не получалось в театре, и вот когда театр уже прожгло огнем, вот, и над головой вот образы пошли, не только у меня, почему мы контролировали другие люди, не наши, и, говорит, появился образ святого Георгия на коне, вот, сначала, и пошли, как бы на театр опускаться, колонны такого красивого, нежно-розового, перламутрового цвета, и пошла музыка, очень такая интересная, красивая такая, а потом, говорит, змей пролетел с очень такими встревоженными глазами, но змей очень интересный, говорит, картинкой была, что маска, это не змей, вот, глаза настолько умные, потрясающие, как абсолютный интеллект, образ такой вот был, очень интересные вещи, потом обменялись, там еще были подробности разные, но, скажем, не предмет, абсурдать сейчас, это вот все касается патогенности, и потом, я видел, что в данном месте такой огромный, стоит, как стул или кресло, красивое такое, вот с такой спинкой, и сидит, все отноглазая, с горящими красными глазами, вот существо, огромное такое, и всякие бесы вот тут, вот он им дает посыли, то есть там ни слова, ничего, он командует, и они вот раз, раз какие-то задачи выполняют, прям трон сатаны буквально, и потом, я увидел такую картину, спустя года два или три, в одном музее, в одном музее, одного города, почти то же самое, то есть, художники, они, через настоящее искусство, они начинают выходить за пределы физики, и начинают иногда извлекать то, что мы не видим, вот такие вот художники, они меня еще с молоду потрясали, такие как Ироним Босх, Питер Брейгер, по-моему, есть еще два-три художника, которые видели этот астрал, и они его на полотно выбрасывали, Искушение Святого Антония есть там, и прочие-прочие, Угои есть, некие такие, из его серии Капритчес, тоже интересные очень вещи, и то, что это не просто намалевано, скажем, потому что я так хочу, когда я с этой картиной веду диалог, открываюсь немножко, у меня мороз по коже идет, я чувствую эту чертовщину, они видели, они смогли это передать, и картина этим заряжена, то есть, очень такие моменты интересные, ну, наверное, по патогенности хватит, потому что она очень многолика, многообразна, вот, бояться ее не надо, но и знать, что об этом надо, что не так все просто, все, что на земле происходило, все, оно отпечатано, 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 как прошлогодние листва, за многие миллионы лет, такие слои накопились местами, особенно там, где исторически сложившись, древние города, происходили войны, захват этих городов, то одни брали, то другие, вот эти караванные пути, и везде все это, узлы вот такие есть, темные просто, вопросы какие-то есть? по патогенности последние, если, например, квартира очищена от нечисти, от всей этой, но все равно она может отвергнуться и пожару, и наводнению, допустим, да? Может, да, здесь немножко другое, ведь дело в том, что квартира может чиста, но человек может на хвосте принести энергетику нехорошую, то есть, где-то нахватался, это не значит, что в этой квартире всегда будет тише благодать. Сама квартира чиста, вот, но, допустим, может в ваш адрес какой-то магии быть, а магия – это конкретная, целенаправленная программа против конкретной личности, которая кому-то мешает жить. Может, мужчину не поделили, или женщину не поделили, или там, зависть к имуществу, или красоте, или к таланту, и человек начинает злопыхать, и в конце концов, не только, значит, куда-то идет эмоция против кого-то, но еще и применяется профессиональная магия. Это имеет значение. Те люди, которые в это не верят, но это их право, потому что они, может быть, не сталкивались, скажем так вот, с этим. А те люди, которые знают, и тысячи, и тысячи людей знают, что это происходит. Вот, есть люди не гипнабельные, а есть, которые очень легко, типа, товарищ Кашпировский, там, кто-то это делал, вот, скажем, спецслужбы применяются, этот бесконтактный бой, тоже по телевидению показывали, как человек, концентрируя волю, значит, может свалить другого человека одним, другим желанием, концентрированным. Я, когда-то, и волей и судьбе, был в одном городе, в Сибирском, где губернатор защищает один кореец, по-моему, называется, это Айкидо. Вот. И у него команда вот таких бойцов, они все вроде так в среднем небольшого роста корейцы, но это был такой крупный парень, подготовленный, физически очень, лет в 35-ти, вот он, значит, командир. И когда я там прочел лекцию, он подошел ко мне, потому что меня попросили защитить губернатора и его команду от магического воздействия. Почему? Потому что заместитель губернатора, женщина, она немножко раз знала эти вопросы, и у них перед выборами вдруг неожиданно, потому что неудачи такие, они говорят, ну, против нас кто-то воюет на другом уровне. Я приехал там буквально, два шамана, и я спросил, если я не имею право помогать вообще. Вот. И мне сказали, те, кто через магию готовы прийти, это просто бандиты. Те, кто сейчас в власти, они лучше, чем те. Поэтому можно. То есть я обязательно моральный аспект сюда рассматриваю, имею это право, полезно ли будет или нет для тех людей, которые вообще там живут. Вот. Я поработал. И увидел, что я действительно идет воздействие. Потом даже сказал, что в вашей команде есть утечка информации. Поищите, найдите, он есть. и потом, значит, победа на выборах, позвонили мне 94%. А то они почти проиграли. То есть когда уходит магия, все естественно должно происходить. Без магического здесь это нормально. Мы о чем-то говорили, что... Про корейцев. Про корейцев. А, да, вернуться к этому. Был интересный разговор. Вот он сказал, «Мы деремся, но у меня очень серьезные проблемы с половой системой». Казалось бы, молодой такой мужчина. Я говорю, «Я вижу, что у него вторая чакра вообще вот так, как это... Окно в деревенской избе забито. В чем дело?» Он говорит, «Мы во время боя применяем вот этот эрос, мы концентрируем эту силу второй чакры и направляем на удар. Поэтому удар очень сильный. Это же не просто себя бьет кулаком или ладонью или ребром. Применяется, как раз, энергетика. Поэтому очень сильные удары, плоды смертельных, намного сильнее, чем просто рука или кулак или нога там. Вот. И я сказал ему, «Вы понимаете, что такое эрос? Ну, это такая большая сила, но сила-то большая. Но она не должна применяться для драки. Естественно. Что это проводник любви. А вы что из этого делаете? Вы, можно сказать, искажаете саму суть этого процесса. Вместо того, чтобы отдавать тепло и любовь, вы начинаете бить этим. Кто же вам за это устроит хорошую половую систему? Естественно, вы будете страдать. А что делать? Тогда мне надо расставаться со своей профессией, получается, что я подготовлю именно на этом. Потом я знал, что и в других тоже боевых искусствах именно вызывается вот концентрация эрос, да еще и накачивается зло. Что ты не можешь победить противника, если ты не будешь его ненавидеть. Чтобы его ненавидеть, давай, вот надувайся этой ненависти, надувайся, плюс, и вот тогда ты их всех победишь. Вот эти боевые искусства, они многие на этом построены. Внешне вроде сначала ничего, да, это борьба, там, то-то, а когда уже человек погружается в глубины, ведь, каким образом ты достигаешься. Ну, пожалуйста. Какие вопросы еще? Да. Как помочь самой себе, если есть ощущение, что в поле, у меня в поле, произошло какое-то энергетическое воздействие, произошло? В школе? В поле. А в поле? Ну, во-первых, надо разобраться, опять же, и попытаться это убрать. Да, вот как самой себе помочь? Как справиться с этим? Ну, во-первых, есть молитва, вот чина же прекрасная. Если вы молитесь по-настоящему и не уходят, значит, как бы сверху нам говорят, попробуй поучаствовать сам, потому что молитва ведь это не просьба. И применять ее каждый раз с утра до вечера, то отбиваться, отбиваться, этого делать нельзя. Потому что мы должны участвовать в сражении за себя. Нам крестная сила помогает, если мы не лентяи, если мы верим по-настоящему Богу. Но мы имеем право применять формы. Формы никогда не должны быть агрессивными, никогда не должны быть направлены как нападение, а вот в защите мы имеем право применять. Вы можете представить поле свое, либо я иногда вот рисую даже, давайте, наглядно. Силовые линии. Сход и выход вот эти меридианы, как тело пронизано. и у духа немножко разные. Если сущностная зверь принимает поток только сверху, усваивая и передавая дальше, то человеческий дух имеет тип волны, который получает сверху, но и отправляет выше. поэтому очень важно понять, что вот вверх мы отправляем, и мы можем связаться с верхней линией света только в одном случае. Если мы творим настоящее, искреннее добро, тогда вот эти связи укрепляются. Если мы же этого делать не умеем или не хотим, а делаем наоборот, то мы укрепляем связь с тьмой. мы как радиоприемник, у которого есть подстроечный конденсатор. Куда ты хочешь, туда ты и пойдешь, в свобода выбора. Но вы сами понимаете, что если человек наполнил свою жизнь негативом, то оно по закону к нему возвращается. А это, наоборот, укрепляет и дает радость, поддержку. Не скажу, что жизнь этого человека безоблачная, но все проблемы, которые создают ему этот мир, а нерешаемый, непотопляемый человек становится. Вот в чем суть. Идет борьба, и человек выходит победителем в каждом эпизоде. Знать об этом надо тоже. Рождается оптимизм настоящий, и все. Вот теперь рассматриваем поле, как бы, возьмем вот так. Настроение портится, потому что, скажем, какая-то зависть, может, к вам. И вот она вот так начинает пленочкой закрывать все больше и больше человека от света зависть. Потому что это не хочет, чтобы у вас все было хорошо. Один из вариантов. Обида у меня часто выходит, как такая вот звезда, ваш адрес, какая-то обида, тоже плохо. Да, многие вот такие формы, они разные. Что вы имеете право? Вы можете право отсечь источник, который в ваш адрес направляет негатив. Вот поэтому сначала, если по военной терминологии надо подавить артиллерию врага, а потом восстанавливать разрушенное хозяйство. Сначала надо отбить атаку, то есть экранировать, а потом навести порядок в себя. Естественно, что если вы не злитесь на этого человека, не обижаетесь на него и не боитесь его, то есть нет группы эмоций, которые негативны, тогда свет на вашей стороне и ваши формы защиты от чистки поля, они наполняются светом, то есть крестная сила с вами. Но если этого не делаете, слабая вера, эмоции, обиды у вас тоже есть и зависть иногда брыжет в кого-то, то форма ваша не наполняется светом, они слабые и тьма вас все равно продавит. Не защищает крестная сила лентяев. И это нормально и правильно. Об этом надо помнить и все негативные стороны нашей жизни всегда надо классифицировать. За что меня бьет судьба? За то, что я не верю, за то, что я ленив? Либо это проверка на дороге идет, либо это искупление, что это такое? Вот эта вот работа, она, можно сказать, одна из основных, что когда ты выстроил жизнь свою, и хорошая концентрация, и верность и цель правильная, и ты не лентяев, тогда разбирайся. Без мозга анализировать эти вещи невозможно, но вы сами знаете, что мозг постоянно под давлением находится, тьмы. И вот тут как раз нам уметь защитить мозг за концентрацией дана. И вот, и потом работать, работать, работать. Опять же, звонков не получается, но не получается. Я говорю, ну, заражен, никто этого не сделает. Я могу вам ответить раз на вопрос, на второй, на третий, но если вы начинаете повисать и говорить, ну, давай, ну, давай, я делаю это сам. Поэтому у меня быстро прогресс шел, что помогать мне было некому. Мне, наоборот, все мешались со своими советами, пытаясь увести меня в сторону. Поэтому у меня процесс шел очень быстро. Если человек сам занимается собой, то мускулы его быстро растут. А если вы говорите, поднимите мне руку, она у меня не поднимается. Я говорю, давайте попробуем, раз, вот так она поднимается. Завтра, поднимите мне ногу, поднимите мне там шею, она не гнется или там, ну, так примерно. Но человек должен сам, это его процесс. Помочь можно идущему. Если человек спит и не хочет работать, как бы его не шевелишь, то я букву не поднимаю, он не будет работать и не будет добиваться чего-то. Очень важно это. И у нас всегда такая установка. Если люди, которые пошли по этой дороге, делают все, что могут сами, по максимуму, то, обращаясь ко мне, они очень быстро и легко получают помощь. Потому что, свет на их стороне, я просто могу тут чуть-чуть добавить. Если человек лентяй, я с огромным трудом иногда вымаливаю для него, ну, пожалуйста, ну, дайте ему еще один шанс, потому что он проваливается и проваливается, проваливается, проваливается. Месяц хорошо, полмесяца плохо, месяц хорошо, полмесяца плохо. В конце концов, я говорю, либо вы будете работать, либо нет, то есть лимит заканчивается, я ничего уже сделать не могу. Не я командую этим процессом, а командует волю Божью. я только могу сопричастна быть ей в той степени, в какой мне дозволено, и все. Такая вот значит, история, и если ваш агрессор какой-то, допустим, вы его не знаете, не можете определить, кто, то просто определите источник. Если посложнее вещи, когда смотришь в обзор и видишь лицо, вот он на тебя нападает, вот, я так просто не верю, потому что мне надо сначала проверить, я закрываюсь от этого человека, просто закрываюсь, и чувствую, ничего не меняется, следовательно, нападает не он, эта тьма подсовывает его область для того, чтобы я не решил того, кто делает это по-настоящему. И пока я не докопаюсь, вот когда я докопаюсь, точно чувство начинает защищаться от того, у меня тут же начинает настроение подниматься. Так говорю, тогда я попал точно в десятку. Вот тогда я возьму и скажу, все, что ты излучаешь, пусть останется при тебе. Пусть сам с собой воюет. Насколько вот любовь мудрая. Нет ни ненависти, ни страха, ни обид, ни разгрожения, ничего в ее обид, ни разгрожения. Но думаешь, человек неправ, но пусть он эту свою неправоту сам хлебает. Если он такой злой, пусть своим злом ее живет. Я ему ничего от своего не добавляю. И поэтому при такой вашей позиции вы перед светом правы. И свет вас будет защищать. Так что следите за собой. Потому что во главу угла положена как раз борьба со своим прошлым, со своими ошибками. Если вы добиваетесь из сокращения, значит, все нормально. Еще раз говорю, не угнетайте себя, если вы считаете, что вот вы ошиблись, опять вы ошиблись, но мы не можем не ошибаться. Мгновенные ошибки не исчезнут. Но они должны сокращаться, сходить на нет. Постепенно, постепенно. Сколько у каждого свой слух. Чем вы будете ближе к чистоте, тем больше будете чувствовать, насколько свет вам помогает. Будете тормозить себя, помощь начинает прекращаться. Пошли опять, опять помощь вам возвращается. Это все на себе пережил много лет. Так что все в ваших руках. Судьба человека в его руках. Потому что не ищите виноватых ни в ком, никогда. Вы всегда замыкаете на себя. Если я имею проблемы, я должен прежде всего с собой разобраться. Есть ошибки такие, когда одни жалуются на других, что вот, он на меня что-то там сыпет, от него плохо. Иногда бывает так. разберитесь, если вам от кого-то плохо, рассмотрите такую фразу, нет худа без добра. Если вам делают все это плохо, а вы в смирении это принимаете, есть шанс еще искупить какие-то прошлые элементы. Правильно? Правильно. полезно? Полезно. Поэтому не сердитесь на него. Не защищайтесь. С улыбкой. Ну что, переживем это. Бывает так, что наоборот, человек жалуется на кого-то и говорит, это не он на вас нападает, а вы на него нападаете. А он сильный. У него очень хороший экран, отражение. Он отбрасывает вашу зависть, он летит обратно по адресу, который это делает, и вам тошно от собственной зависти, потому что она к вам возвращается. А человек это защищает свет. Да, этого не может быть. Я говорю, знаете, почему вы не чувствуете своей зависти? Потому что когда вы не верите в свет, а вот ваше поле, как только ваша вера прекратилась, закрылись вы, вы на уровне мозга, то есть рассудка, перекрыли дорогу в собственной душе. А душа это тот сканер, который может разобраться и высветить вас эти грехи, что вы делаете. А мозг ваш перекрывает душу, то есть сканер отключает. И вы не чувствуете, что вы завидуете, что вы боитесь, что вы это, 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 это. И начинается поиск виноватых. Поэтому держите эту линию открыто. Верой открывается линия и работай над собой. А как только вас перекрыли а ты такой хороший несчастный стоишь, тут они все такие, а ты вон какой великий. Накачка идет, накачка и накачка. Поэтому такой самоконтроль нужен абсолютный. Помните, что пока вы не добились абсолютной чистоты, тьма всегда будет рядом с вами. И она будет попытки делать, всегда сбросить и сбросить вас, чтобы вы туда не прошли. И мозг в этом первая скрипка номер один. Я душу об этом в трех томах пишет везде. Мозг с вами сыграл плохую шутку. Вы упустили. Сатана через мозг вами правит. Поэтому жизнь такая. Попробуйте выйти на уровень души и душой контролировать весь процесс вашей жизни. Попробуйте победить тогда. И помощь пойдет в ответ на веру опять. А люди вот если нарисовать 8-9 миллиардов людей, какой-то крохотный островок людей, которые в 10 какой-то степени верят. Вот ради них второй пришел. Вот ради крохотных горских людей. Бог это не генерал. Он не бросит одну часть армии. Чтобы другая отбилась. Это военные задачи. Если хоть немножко осталось людей на земле, ради них свет приходит и не бросает никого. И будет на их стороне. И вот эти все остальные миллиарды с ними не справятся. Потому что Бог с ними. не будет тогда ничего. Какие вопросы еще? Сейчас секундочку. Откуда пришла темнота? Темнота? Тьма она была и так, я говорил об этом, что это определенное инертное пространство, скажем так, удаленное от света. И человек, который пришел сюда, если он через эту тьму прошел не поддавая соблазны, победив свою лень и не натворив зла, он достаточно быстро выбрался в духовный мир. Но когда он начал совершать зло, а что такое зло? Под давлением ложного начала, что и был сатана, он стал творить вот эти вещи. То есть пошла и зависть, и так далее, и так далее. И тогда он сильно усложнил себе жизнь. И не желая бороться с последствиями первых грехов, он начал погружаться в еще большую трясину, и так возникла эта туча, которая нас сейчас окружает. То есть тьма и зло это разные вещи. Поэтому мы по тексту обдушина, мы живем между светом и тьмой. Что мы выберем по закону выбора? Тьму? Ну тогда вы никогда сознательными не будете. Вам если вы потянетесь к свету, познаете законы этого света и начнете излучать добро, любовь, тогда проходи. Царство небесное, как его считается, как некий сказочный термин, на самом деле это пространство, которое чисто от грязи, от зла и так далее. И выход туда лежит только через работу над собой, через победу над своими ошибками, над своей ленью, над своей слабостью. Никто не принуждает. Да, пожалуйста, Игорь Николаевич, вот все-таки для меня не совсем ясно. Если Бог совершенства, то Он творит совершенные формы. Тогда откуда появилось вообще вот это желание Люцифера уйти в совершенно другую область? Почему это возникла потребность потенции? Об этом пишет тоже Душин, что происходит это на разных уровнях. Он пишет о неком Анфортесе, если вы читали, что это рыцарь круглого стола, то есть в опере Парсифаль, как раз об этом же это либретто, что на любом уровне может кто-то пошатнуться, в том числе и Люцифер, которому поручили контролировать земную цивилизацию, а он решил как плохой лаборант у профессора, профессор умный, а я вот сейчас попытаюсь сделать лучше, чем профессор, он сказал спокойно и медленно подниматься в эволюции, а я ему строю немножко другой тренинг и докажу профессору, что я тоже с усами и начал вот тебе соблазн, вот соблазн, кто прошел через соблазн и не поддался, проходи, а люди не настолько окрепли еще в самом начале и они в этом соблазне пали, то есть он как бы это называется немилосердное начало, что вот провешься, вот как помните показывают иногда режим такой приближенный к реальной обстановке, когда стреляют настоящими трассирующими пулями, видно даже и вот ползут попластунские люди, это вот что есть в школах боевых там такое и могут ранить даже если ты зазевался, то это уже последняя стадия подготовки, вот там вот Люцифер предложил именно это, но люди не были готовы и потом в Человеке практически все пал, может исключение очень редких людей, так что тоже так бывает и Люцифер был лишен качества Архангела и превратился в очень сильного духа, который витает тут вокруг и демоны за ним часть демонов ушла тоже более подробно вы можете так почитать глава Люцифер что это такое тщеславие свободу выбора и тщеславие я тоже могу стать профессором и быстро я докажу ему что я тоже все могу вот отсюда тщеславие она тоже поселилась именно через него получается что даже на таком уровне Архангелы вибрируют в Божьей даже сцене более а у него получается произошло это но он же удалился он в нашу зону прибыл и не устоял только люди но Люцифера уже была тьма она была изначально но я еще раз говорю это не зло ну скажем так это более плотное пространство где скажем преодолевать вот инерцию довольно тяжело а нас из легкого мира где мы лентяи отправили именно в материю где тьма близка если мы сможем преодолевать да затем нам дано и тело духу не нужно там спать кушать от холода защищаться не надо тело нужно то есть тело приговорило нас работать над собой если вы не хотите замерзнуть или с голоду умереть необходимость создало это движение поэтому мы в материю пришли дальше разогнать лень через соединение с материей а в ответ мы должны материю пронизать светом то есть облагородить ее мы этого сделать не смогли мы наоборот материю подвигли таким обстоятельствам которые сейчас ее просто уродуют Люцифер он это не такое что-то мы с ним не справимся потому что если человек сильный в духе ничего не может делать Люцифер у него только предложение он заставить не может он может нашептывать голос предай товарищей и ты получишь такие деньги и квартиру без очереди и это знаете разные варианты есть главное что ты приступил закон и люди на это идут никто не увидит ничего страшного поэтому вот эти нашептывания это появляется некое такое намерение через мозг в основном через эмоции через зависть через обиду кого-то наказать хочется и вот человек настолько хитер что он возьмет и другим людям что-то такое расскажет а эти люди не разбираясь начнут третировать того обидчика который его обидел то есть он мстит чужими руками есть очень изощренные методы это между людьми посмотрите что творится между государствами где используются СМИ ложь и ложь и ложь льется со всех сторон и становится иногда жутковато думаешь и это называются люди это люди которые считают что на земле можно безнаказанно так вести поэтому когда знаешь вот это все знаешь что каждый свое получит и тогда приходит вот этот покой и нет тогда вот еще несправедливости все на земле справедливо абсолютно все что с нами творится мы это заслужили выходите на свободу с чистой совестью это в наших руках а кто не верит это их проблема поэтому не надо на них обижаться не надо на них сердиться потому что когда вы их начинаете судить вот эмоции какие-то тем самым вы сами себя приговариваете в той библейской фразе несудимы да несудимы будете а если будете судить вы будете судимы с той яростью которую сами сами судили я говорю да они такие а вы что вы скажем так на 10 рублей совершили греха а те на миллионы грешат но вы же тоже преступник и все это одна и та же зона куда мы все попали и в этой зоне вы отвечаете за свое а они за свое поэтому вы займитесь своими 10 рублями уберите эти долги и вы поймете что вы попадаете под защиту а человек этого не хочет тогда страдай в этом мире как раз это и есть высшая справедливость а человек поэтому и говорит нет никакого бога если это все происходит где же бог я говорю бог рядом с нами он нас смотрит за всеми как на предмет стеклышки под микроскопом и вся наша возня смехотворна просто попытка разобраться там отнять кого-то или отомстить кому-то уход вот из этого поля как бы это негативно должен сам человек начинать и опять же свобода выбора то есть свобода выбора я часто упоминаю с одной стороны свобода выбора это к нам доверие великое творца что он доверил нам свободу выбора мы как бы как наместники что ли вот в материи а с другой стороны неправильно применяемая свобода выбора в сторону зла приговорила нас это как проклятие за нами потому что даже бог нам помочь не может из-за чего а мы его не выбираем И Бог собственным законом скован. У него никогда не меняют этот закон. Он говорит, я вам помочь не могу. Потому что если вы в меня не верите, я вам помочь не могу. Если поверите, откроетесь, начинайте движение. Первые шаги ваши должны быть. Это и есть выбор реальный. Не просто, Бог, я тебя люблю и выбираю. Нет. Движение начинай. Сокращай грехи свои. Поверь и сокращай грехи. И крестная сила сразу будет с тобой. Но этого как раз человек и не делает. Я имею в виду в массе. Ну что? Наверное, достаточно, да? Как вы считаете? Я могу еще один вопрос. Да. Компьютер на это, насколько это плохо для души? Ну, если человек иногда поиграет в эти игры, ничего страшного. Если для него это становится образом жизни, конечно, это страшно. Он реальную жизнь подменяет на эту виртуальность. Он не живет, фактически. Это беда большая сейчас. И приветствуется почему-то. Все, что плохо, приветствуется почему-то теми, кто организовывает нашу жизнь. Потому что в конечном итоге существуют силы, которые служат сатане. И этой силе нужно, чтобы человечество погибло. Ведь сатана переводится противник. Он не противник Богу. У Бога нет противника. Потому что он абсолютное совершенство, абсолютная сила. А сатана противник людей. И все. И противник только у слабых людей, у ленивых, неверующих. Поэтому мы сами себя мучаем. Но иногда и сатану обвиняем. Вот он, так он, конечно, вот он. Да ничего он не может сделать с сильным человеком. Потому что человек, проживая в материи, имея в распоряжении защиту крестной силы, которая неизмеримо сильнее сатаны, просто она не может прийти на помощь к нам из-за того, что мы сами такие. Да. Мы вот уволимся Богу, да? Отцу нашему. А вот такой вот наивный вроде вопрос. А как его представить? Это источник энергии, света, сознания? Или образ человека? Вот как... Я вопрос понял. Да. Спасибо. Никто не может понять, кто такой Бог. Не только мы с теми мозгами. И даже Дух, который прорвётся уже туда вверх, он тоже не может понять Бога. Почему? Даже Архангелы не могут разобраться. Потому что скорость волны невероятная. То есть всё от невероятной скорости происходит. Потому что мы мозгом можем овладеть пространством в три с точки в секунду. Мы можем тут соображать и так далее. Чувства уже, наверное, по два порядка больше. Поэтому экстрасенсы туда выходят. Но лучше иметь ключ, это Слово Божие, чем отмычка, что несёт эзотерика и прочие всякие эти варианты. А дальше начинается область Духа после сущностного. И даже Дух в самом расцвете сил и чистоты, он может ощущать Бога через Любовь. Но понять, что это такое, увидеть тогда нет. Поэтому никогда образ Бога невозможно изобразить. Невозможно его изобразить. Это только человеческое антропоморфное предположение, что вот по образу подобия, значит, этот вот на нас похож. Нет. Имеется в виду законность. И человек, исполняя законы, становится по образу подобия. То есть становится человеком, который же уезжает по этим законам. А на самом деле Бог недостижим в понимании. И я говорю, что я, допустим, думаю всегда, и мы говорили о волнах, что творение – это сумма всех вибраций. Но что всё за творением? Какая-то стоячая волна, которая не имеет… Даже не волна, это название неправильное. Это излучение, которое для нас непонятно. Оно вечное, оно творит Вселенные. И думаю, что не только Вселенные. Всё, что там происходит, это за пределами нашего понимания. У нас понятийной системы не существует, которые способны разобраться даже с тем, что происходит в первосотворённом мире. Это ещё не божественный мир. Непонятно. Потому что когда человек пытается перейти эту границу, у него растворяется сознание, перестаёт быть личностным. Он входит в общий как будто искра. Она искра только тогда, когда вот отдельно. Но если она входит в костёр, она перестаёт быть искрой. Он просто общий огонь, всё. Она перестаёт быть конкретной искрой. Что это делать в принципе? Юрий Николаевич, вот я понимаю, что мы должны идти как бы вот сознательно, в дополнение сознательно, да? Наши как бы выполнять при этом законы Божия. А мы все ждём, мы ждём, как бы приход Христа будет, да? То есть страшный суд. Вот я хотел бы выяснить. Всё-таки мы, кто не исправится, попадать в бессознательный уровень, или же мы должны нести ответственность попасть в ад. А в ад, я понимаю, это сознательный, потому что, ну, может быть, я не так понимаю, я много смотрел откровения, когда была клиническая смерть, и люди одно и то же говорят. Это вот этот канал, приходит там что-то, свет, и распределяет их туда-сюда, в ад, там, или в резерв, или ещё куда-то. Я так понимаю, что не в бессознательной, а в сознательной, где он будет мучиться, то есть в аду находиться. Ну, давайте я вам отвечу, постараюсь. Всё, да? Да. Ну, во-первых, второе пришествие будет не Иисус Христос. Это он сам сказал, напоминаю, цитату из Евангелия Таанна, что «Я от вас ухожу, и миру более не явлюсь, но умолю Отца дать вам другого утешителя, Духа Истины, который придёт и наставит нас так, всякую истину расскажет правду обо мне, что миру я более не явлюсь, о грехе, что вы не веруете в Меня, и о суде, что князь мира сего осуждён». О чём это говорит? Что Иисус дважды, фактически, и прямо, и косвенно говорит, что Он не придёт. Но умолит Отца другого утешителя, Духа Истины. Что Он имел в виду? Я уже рисовал сегодня. Иисус был любовь. Любовь люди прибили гвоздями, и потом сказки сочинили, что Он якобы своей смертью всех нас искупил. Ну, тогда Бог говорит, ну что ж, раз не хотите по-хорошему, значит, будет по-плохому. И посылается туда Дух Святой. Его излучение – это не любовь, это жёсткая линия, это линия уничтожения тьмы. И последнее предложение для людей, либо вы с Богом, а значит, собственной душой, не способны на это, будете уничтожены вместе со всей тьмой на земле. Не значит, что человек будет уничтожен. Он просто, как говорил, в принудительном порядке отмотает наказание. А я призываю к добровольному исправлению. Это немного, как бы, менее болезненно, что ли, так. Лучше перестрадать поэтапно, чем потом на тебя всё это обрушится, потому что человек ни один своей кармы не выдержит. Не Бог наказывает человека, а человек сам себя наказывает собственной глупостью и ленью. Вот и всё. Это просто автоматически действующие законы. Ад как таковой, что это такое? Искупление своих же нечистот. А после того, как человек это отмотает, он будет отправлен туда, откуда пришёл. То есть он потеряет миллионы лет эволюции, но это его выбор. Выбор-то за ним был. Поэтому, ну, может и достаточно. Есть какая-то неясность ещё здесь? Что ещё? Людмила Николаевич, вот душа питается словом. Это хлеб наш насущен. Правильно? Да. А любовь? Ну, это и есть любовь. Это слово, оно просто, оно несёт в себе всё. Если слово Божие сотворило мир, вначале было слово, и слово Бога было Бог, и слово было Бог. Бог есть любовь. Значит, в этом понятии есть всё. В том числе и любовь. То есть, тут делить это никак. Это всеобъемлющая некая линия, понять мы её. Не можем, у нас мозг, как прокрустного ложа, пытается всё разделить, разобрать по деталям, и внимательно посмотреть, что это всё состоит. Душа немножко больше понимает, потому что она в ощущении принимает как бы пакетную информацию обо всём сразу. И первое, что она определяет, от этого хорошо или плохо, радость, благодать, или какое-то умение и давление нехорошее. Уже сразу в сумме можно это понять. Почему, я говорю, дети чаще нас иногда разбираются в людях. У нас такой малыш, ему там полгода всего на руках. К одним он тянется с улыбкой, ручонками, а другому э-э-э-э. Он сразу знает, не подходи, дядя, от тебя плохое идёт. Видите как? Это ощущение. А где ребёночек-то маленький, он только мозг имеет новое тело. А душа у меня такая же, как и у нас, путешествующая много раз в этих мирах. Так что, видите, всё. Уриен Михайлович, можно дать довольные советы, если они об этом просят, но не духовные, а просто житейские какие-то, при этом не наблюдив человеку и не нарушив заповеди? Конечно, можно. Допустим, купи билеты, а то контролёр зайдёт. История теперь есть. Допустим, человек рассказывает свою историю, я-то слышу только его сторону, а другого человека, про которого он говорит, я же не знаю, как он говорит. Ну, понимаете, чтобы вам ответить квалифицированно, нужно знать хорошо ситуацию, подтекст, просканировать этих двоих, и тогда я могу примерно сказать, что. Потому что каждый раз ситуация бывает разная. Мало того, что, допустим, желательно сказать им вот это, вот это им полезно, но они сильно разобидятся. Значит, я сижу, думаю, а обида порождение новых бесов. Зачем мне, чтобы они обиделись? Им же хуже и будет. И тогда идёт умолчание. Я же не знаю, как говорит, помните, идёт один человек, и вдруг смотрит, двое дерутся на улице. Он так мимо, пять, пять, он говорит, а ну-ка, иди сюда. Ты скажи, вот это луна или солнце? Он видит, что они дерутся именно из-за этого. Он говорит, я не здешний, не знаю. То есть, выпутался из ситуации. Вы же понимаете, сейчас скажешь одно, его один побьёт, другой, другой побьёт. Что ещё? А вот брезгливость, что это такое? И как избавиться от неё, брезгливость? Брезгливость? Полная эмоция, да? Ну, как сказать, это, скажем, реакция, это не эмоция. А как избавиться? Ну, как избавиться? Сложно сказать, потому что, если брезгливость это реально, реакция на что-то, я от неё никогда не избавлюсь, потому что мне нехорошо от чего-то. Ну, например, если там какой-нибудь мёртвый гонок лежит, вот некоторые пройдут, им всё равно, а мне просто плохо. Кто лежит? Мёртвый гонок. Мёртвый гонок. Мёртвый гонок. Голов. Ну, чего ещё? Животные мёртвые на дороге валяются, и они просто становятся уже как-то. Давайте так, такого типа вопроса мы отнесём за пределы съёмки, потому что это будет не работа, она никому вот это не нужна. Скажем, в эфире идёт то, что полезно. Потом можно посидеть за чаем, обсудить. Юрий Николаевич, вот вы говорили, что, значит, замечания, как бы, обижаться на людей не надо, да? Ну, вот, допустим, если ситуация есть, чужой человек, но он касается, допустим, вместе в одном коллективе работаем. И вот он явно улынивает от работы, обманывает, выкручивается, вот как бы злости на него нет, ненависти тем более, а вот хочется воспитать, вот хочется ему назвать качество, которое он свои желания исполняет, но нам от этих желаний становится плохо всем. Это нужно говорить, воспитывать человека? Да, но нужно находить правильный подход. Во-первых, надо понять, это руководитель ваш, или это коллега, скажем. Нет, это коллега. Коллега. Значит, воспитывать можно, скажем, если коллектива он сильно надоедает, значит, можно объединиться и проучить его. Не надо злиться, не надо обижаться, но педагогически правильно, если вы будете по закону Божьему, любви, строгий, справедливый к нему, если человек не заслуживает дружбы, не заслуживает тепла, тогда от него надо отгородиться и вот сделать для него такое, хочешь, он так и живи. А если будешь, мы, можно сказать, поведем себя точно так же. Мстить не надо, но в то же время надо ограничивать таких людей. Просто приходится человеку напоминать постоянно, будто вот стена, он просто не слышит и делает, дальше продолжает свою. Понятно. Спасибо. Пятится от хамов и так далее, но там сделать, если вы ничего не можете, надо просто развернуться и уйти, потому что бесполезно, если вы не можете сделать ничего. Если да, я могу что-то здесь сделать? Нет? А тогда что? Полыхать или воспитывать это бесполезно, не теряя времени. Иди и трать время там, где ты можешь принести пользу. Все, время дорого. Но если можно повлиять как-то, конечно, можно повлиять. Тьма, скажем так, у нас зарядила немножко не в ту сторону, потому что о любви тоже ведь любовь, она своеобразна. И почему-то считается, любовь это вот такое вот сисюканье, это глаза такие влюбленные. Это не совсем так. Это может быть чувственность, это может быть влечение. Любовь, это служение. Любовь никогда ничего не требует. Потому что в любви заложено очень много таких, как программы, что ли назвать, или действий, потому что вас обижает какой-то враг или противник, хам какой-то, и все. если вы будете пятиться, прощая его, он на вас будет надвигаться в конце в конце, его и побить можно безнаказанно, правильно? Следовательно, давать отпор надо, защищать свое достоинство надо. Здесь очень много таких нюансов, которые человек, к сожалению, вместе с водой ребенка выплескивает. Надо разделить этот мух от котлет. Когда вы даете отпор, правильно, грамотно, противник чувствует, что вы можете дать сдачи. Следовательно, вы его остановили, и он не будет действовать против вас, против правоправных действий не производить, тем самым себе карму отрицательную не будет приобретать. Меньше бесов будет на земле в вашем отпор. Не давайте наглеть противнику. Понимаете, в этом заложено как раз благо. Она и так, и так действует. Любовь может быть оружием и прочее, прочее. Против бесов, естественно. Она универсальна, вот это понятие универсальное. всеобъемлющим. Так же, как и осуждение. Я ведь много говорю, скажем, и даю отрицательную оценку неким явлениям, но это не значит, что я их сужу. Почему? В слове оценка это одно. Я могу давать оценку духовную, злу какому-то, какой-то неправде. Если ты борешься с ложью, ты должен обнаружить эту ложь, раскрыть ее перед ними, сказать, вот она ложь. И она мешает нам жить. Имею на то право, имею. Кого я судил? Я никого не судил, никому никакой приговор не вынес, я никого не ненавижу, не мщу и так далее. Вот это и суд. Не только физически кого-то судить, но и даже эмоционально. У меня нет отрицательных пожеланий к лжецам, к убийцам. Нет. На то есть, вон, судья. Я только раскрываю все и показываю. В этом нет суда. Отсюда я не сужу, соответственно, и не судим буду. Тоже надо понимать правильно. Во всех наших сложенных на сей момент понятиях надо разбираться. А на это нужно время. И на это нужен вот этот препарирующий луч, который, как истина, не дает тебе права на ошибку. Потому что чувствуешь, что не совсем это так. А раз не совсем так, до конца разберись. Все помелчащие это сказать. Вот это правда. Вот из этого что-то можно слепить полезное. Остальное отбросить. Также было и по вопросу отпущения грехов, когда ты разобрался. Также по вопросу причастия. Также по вопросу этому, этому, этому. Потому что первое, что я должен разобраться в сути религии. В чем, скажем, мой контекст отличается от контекста этой конфессии, этой, этой или этой. Потому что еще раз говорю, если я буду говорить то же самое, а зачем тогда мне говорить, если говорят то же самое, в чем различие, я должен тоже, скажем, позицию свою обнаружить. Вот в чем разница моей позиции, позиции официальной какой-то. Хотите, выберите их, хотите, я никого не говорю, идемте ко мне. Нет? Если вы считаете, что там правду, идите туда. Потому что вы отвечаете персонально за свою судьбу, за свою жизнь. И то, что вы сделаете сейчас, завтра и послезавтра, ляжет в основу тех, в ваших будущих дней. Соответственно, если вы будете правильно поступать, вы получите благо. Поэтому ваш выбор должен быть, обязательно ваш.